Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такие в жизни изменения, которые они сами характеризуют таким термином, как прозрение. То, что мы будем давать в наших программах, оно базируется на единой стройной логичной системе знаний, которая именуется концепцией общественной безопасности «мертвая вода». Это единственная, может быть, в стране легитимная концепция, которая в 95-м году прошла режим парламентских слушаний и получила на них всестороннее одобрение. Эта концепция широко предъявлена для всей мировой общественности, поскольку она в полном объеме размещена на сайте в интернете dot.ru. Все представления эти еще в 95-м году, руководство, в частности, с секретарем посольства Китая была встреча, получили они разрешение на перевод всей этой системы знаний на китайский язык. Имеет эти знания широкое хождение и в других странах мира, в частности, Испания, Швейцария, Египет, Япония и в ряде других стран эта информация давалась. Как иллюстрацию двойную, во-первых, распространенности этой знаний в мире, а во-вторых, актуальности этих взглядов на все происходящее. Вот в качестве такой иллюстрации я приведу вот такую книжечку, она называется «Последний гамбит». Это только что вышедшая книга «Последний гамбит» с позиции концепции общественной безопасности «Мертвая вода» истолковывает все то, что произошло в Соединенных Штатах 11 сентября прошлого года. Это действительно очень важные события для всего человечества и толкование их разное. Почему «Последний гамбит»? «Последний гамбит» потому, что он действительно может представляться как последний в рамках библейской концепции управления, которая окончательно исчерпала себя. А почему гамбит? Ну, вы знаете, что такое гамбит. Гамбит — это когда в начале игры жертвуется одна-две пешки для того, чтобы в последующем выиграть одну или две фигуры серьезных. Ну, если смотреть по итогам произошедшего в Соединенных Штатах, то все выстроенное очень напоминает такой гамбит, когда вначале жертвуются две пешки. Простите за жесткость терминологии, но, к сожалению, в политике такое бывает. В России жертвуются два небоскреба, а после этого уже буквально очень быстро Соединенные Штаты получают две серьезных опорных военных базы в Киргизии и в Узбекистане. В непосредственном соседстве, как вы понимаете, не столько с Россией, сколько прежде всего с Китаем. Видимо, для этого и разыгрывался этот гамбит. И попробуйте мне подсказать иной сценарий, каким образом можно было бы организовать базы вот рядышком с Китаем иным способом. Мы утверждаем, что, в том числе и в этой книжке, что все происходящее в мире не случайно. Для нас неприемлемы теории калейдоскопа. Мы придерживаемся мозаичной картины мира и понимаем, что все события, происходящие в мире, взаимоувязаны. В мире ничего не бывает случайного. Если, к примеру, сегодня обозначилось жесткое противостояние по вопросу тарифов, то, значит, за этим тоже что-то стоит не из разряда рядовой экономики. Почему советник президента Илларионов очень аргументированно, убедительно и доходчиво поясняет, что тарифы на сегодня нужно понизить процентов на 40, для того, чтобы уравнять в стране ситуацию в промышленности, в естественных монополиях. А естественные монополии настаивают на повышении тарифов. 10 января мне удалось опубликовать статью в Санкт-Петербургских ведомостях, которая называлась «Курс президента или разорение производства». Действительно, страна стоит на сегодня именно перед такой альтернативой. С позиции концепции общественной безопасности «Мертвая вода» тарифы относятся к так называемой базе преискуранта цен на все остальные товары и услуги. И повышение цен на тарифы, оно с неизбежностью приводит к повышению цен на все без исключения товары и услуги, которыми мы пользуемся. Но для нас важно, что меняются цены при этом на все, связанное с удовлетворением демографически обусловленных потребностей. Это, как вы видите, новый термин. И вообще, когда мы будем вести нашу программу, то основная ее цель – именно выходить на новую терминологию. Без новой терминологии мы никогда не получим новые знания. Так вот, демографически обусловленные потребности – это естественные потребности в противовес деградационно-паразитическим потребностям, которые непрогнозируемы. Демографически обусловленные – это, прежде всего, потребности в питании, в жилье и в одежде. Так вот, и питание, и жилье, и одежда – они моментально повышаются в цене, как только вы повышаете тарифы естественных монополий. Именно поэтому мы считаем этот вопрос неприемлемым с точки зрения концептуального взгляда на происходящее. Повышение цен на тарифы – это не более чем раскачка ситуации, когда вы запускаете некое импульсное возмущение, и все в стране начинает, так сказать, приходить в движение. Именно поэтому в странах, где добиваются устойчивого развития экономики, там вообще тарифы повысить – это дело малореальное. К примеру, в Соединенных Штатах повышение цен на тарифы может быть рассмотрено только при решении Конгресса. Вот такая ситуация. Если мы видим, что на сегодня тарифами манипулируют, только что объявили об их повышении, а вот несколько дней назад Касьянов заявил о том, что они отменили этого решения, мы видим, что это предмет такого острого противоборства на концептуальном уровне. Вот подобного рода вопросы мы и будем рассматривать в нашей программе, но чтобы выйти на них, мы с вами на начальных этапах должны будем выйти на вообще представления, хотя бы очень такие, может быть, упрощенные на нашу систему знаний, поскольку в рамках короткого хронометража сложно, конечно, рассказать обо всем. Но, тем не менее, мы попробуем дать представление о нашей концепции и, в частности, о таком понятии, как концептуальная власть, поскольку без такого термина вообще невозможно говорить об управлении. Послушайте политиков. Если они этот термин не применяют, значит, они работают на сокрытие истинных представлений о происходящем в нашей стране. Представьте себе человечество, когда мы предполагали, что Земля — это плоскость, стоящая на китах либо слонах, что солнышко вращается вокруг Земли, и войдите в положение тех людей, которые хотели поменять эти стереотипы, чем закончил Коперник, когда пытался доказать обратное. Вот точно так же наши знания. Донести их очень непросто, поскольку они меняют все стереотипы, которые сегодня навязаны и господствуют. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ВСТРЕЧИ Здравствуйте, уважаемые телезрители. Тема нашей сегодняшней встречи — концептуальная власть. Почему мы остановились на такой проблематике? Дело в том, что после первой программы по отзывам телезрителей нам стало понятно, что наряду с частностями, на которых мы будем останавливаться, необходимо дать системные представления об основополагающих представлениях концепции общественной безопасности «Мёртвая вода». И таким основополагающим представлением как раз и является концептуальная власть. Концептуальная власть может пониматься и как власть идей, господствующих в обществе, и так как власть людей, которые эти идеи освоили. Концепции могут быть как герметичными, когда эти идеи не доводятся до широкого круга живущих в стране, так и открытыми. Наша концепция, она относится к разряду открытых концепций. Представления о ней представлены на сегодня в литературе, это более 30 книг, в интернете на сайте .ru, который мы уже называли. А вот представления библейской концепции управления, господствующей ныне, они даны в закрытых формах. Если говорить о Библии, то она, по сути, является концепцией управления, где в закрытой форме даны, если говорить простым языком, инструкции тому, кто разбирается в проблемах концептуального управления. Почему мы говорим, что мы живём в библейской концепции управления? Да пройдите по всем музеям, посмотрите картины, послушайте музыку, и вы увидите, что всё, что мы имеем в культуре, оно жиждится прежде всего на библейских сюжетах. Вы прекрасно знаете, что Библия относится к книге, вошедшей в разряд книг рекордов Гиннесса, то есть она издана самым большим тиражом на земном шаре. Вот на сегодня наша концепция, она имеет иную тиражность, но принципиально иное будущее, поскольку мы выходим на новые представления о мироздании. С помощью нашей концепции мы прежде всего объясняем, что же происходит в России. А в России происходит то, что и должно происходить в ситуации концептуально неопределённого управления, когда в стране нет представлений о таком понятии, как концептуальная власть. Результатом этого являются те парадоксы, в которых мы с вами живём. Первый из них. Россия самая богатая страна. Мы имеем всю таблицу Менделеева. Мы имеем первое место на земном шаре по запасам газа, по запасам леса, второе место по нефти и золоту, и в то же время наш народ влачит жалкое существование. Вспомним все лозунги Горбачёва, провозглашённые во время перестройки, и мы убедимся, что все они реализованы, но, к сожалению, с точностью до наоборот. Вот не много ли подобных парадоксов для одной страны, а все эти парадоксы объясняются одним, оказывается, явлением, тем, что мы находимся в системе концептуального управления, которое применяется по отношению к нам со стороны внешней концептуальной власти. Какой же выход? Выход один — осмыслить это и ввести собственную концепцию управления, управлять страной на базе собственной концепции управления и реализовать концептуальное самодержавие. На каких еще примерах можно было бы проиллюстрировать, как функционирует концептуальная власть? Вот представьте себе улей, и представьте себе тех пчёл, которые в нём живут. У них может сложиться впечатление, что их жизнь целиком и полностью обусловлена тем, как они работают и сколько мёда приносят в домик. Это будет взгляд на происходящее урезанный. Мы говорим, что управление ульем по полной функции, оно осуществляется так, что туда ещё входит и пчеловод. И пчеловод, в зависимости от его намерений, может взять больше или меньше рамочек из того, что заготовили пчёлы. Вот точно так же и в нашей стране. Есть, помимо тех, кто создаёт материальные блага, есть ещё пчеловоды, которые потом умело и вовремя вынимают эти рамочки, так что для трудящихся это оказывается незафиксированным. Представление о том, как работает концептуальная власть, можно ещё и сформировать на примере полёта космического аппарата. Кому-то кажется, что пилот космического корабля всё и определяет. Оказывается, есть центр управления полётами, который траекторию и формирует. Точно так же траектория полёта нашей страны, она определяется концептуальным центром управления, штаб-квартира которого размещается в Швейцарии. Куда идёт страна, определяет исключительно концепция и концептуальная власть. То есть вот тот самый коридор вниз или коридор наверх, он формируется исключительно концептуальной властью. А в свою очередь концептуальная власть уже воздействует на законодательную, исполнительную и судебную власти. Но законодательная власть, она лишь определяет, если можно так сказать, границы этого коридора. Исполнительная власть определяет, кто и как, и в какой последовательности, и с какой скоростью движется по этому коридору. А судебная смотрит, чтобы за пределы этого коридора никто не выходил. Вот, собственно, модель функционирования общества, управляемого концептуальной властью. Концептуальная власть, я уже говорил, она может быть как своя собственная, если общество осмыслило это понятие, или чужая, если внутри общества таких представлений нет. Поэтому будьте уверены, если тот или иной политик, отстаивая интересы народа, не упоминает термин концептуальная власть, который введен нами уже 10 лет назад, значит, он заведомо работает по пониманию или по непониманию в схеме сокрытия истинных представлений о государственном управлении. В свое время еще Даль упоминал в напутном слове эти проблемы, когда те, кто управляют обществом, отрываются от него. Вот это я позволю себе процитировать это его соображение. И так в напутном слове Владимир Иванович Даль говорит, наши головы, имея в виду руководство и элиту, умчались так далеко куда-то вбок, что едва ли не оторвались от туловища. Голове этой приходится либо оторваться вовсе и отвалиться, либо опомниться и воротиться. Эту отвалившуюся от народа голову в образах Александра Сергеевича Пушкина мы и видим в поэме Руслана Людмила. Она символизирует правительство России от Владимира до наших дней, которое мало что понимает в схемах реального управления. Вот, собственно, в общих словах, что такое концептуальная власть, а приоритеты концептуальной власти, шесть управленческих приоритетов, будут нами рассмотрены в следующей программе. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередная программа «Прозрение». Это еженедельная программа, и сегодня гость нашей студии Зазнобин Владимир Михайлович, доцент Санкт-Петербургского государственного университета. В 90-м году вышла статья «Концептуальная власть. Миф или реальность?». Так Владимир Михайлович, как представитель авторского коллектива, вводил понятие «Концептуальная власть». Введение новых понятий – это очень важное действие для прозрения общества. В свое время через такие термины, как «земной шар», «солнечная система», формировались новые представления в механике. Точно так же новые термины и определения будут формировать ситуации прозрения в сфере социального управления, когда мы вводим понятие высшего уровня социального управления концептуальной власти. Владимир Михайлович, в прошлой программе мы коснулись лишь некоторых образных сравнений, образных представлений о концептуальной власти. Если можно, как Вы могли бы пояснить телезрителям в такой понятной, простой форме, что же такое «Концептуальная власть»? Ну, во-первых, «Концептуальная власть» – это высший уровень иерархии власти в обществе. В чем ее отличие от всех остальных видов власти? Прежде всего, она автократична по своей сути. Что это значит? Она вне демократических выборных процедур. Ну, телезритель может подумать, а как это может быть? Туда просто поднимаются по мере своего понимания. То есть в обществе работает в толпе литарном такая формула. Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше. Но концептуальная власть сама по себе является еще и неким звеном вот в такой цепочке, которую я постараюсь сейчас провести. Дело в том, что вопрос о нравственности – это ключевой вопрос вообще в нашем обществе. И не случайно, видимо, и президент в одном из своих первых заявлений отметил, то есть обратил внимание на этот аспект. Можно провести такую цепь причинно-следственных обусловленностей в обществе. Ну, во-первых, какова нравственность в обществе, таково его и мировоззрение. Второе – мировоззрение формирует концепцию. Что значит формирует концепцию управления? Это некий свод правил и законов, свод поведения, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. По сути, жизнестрой общества, Владимир Михайлович. Да, можно говорить, что это речь идет о жизнестрое общества. А вот концепция уже формирует культуру. Каким образом? То есть культура является в некотором роде вторичным толкованием этой концепции. Если сейчас каждый попытается задать себе вопрос, а в какой культуре мы живем, то ему достаточно пройти по всем нашим музеям. Неважно, это у нас, в Питере, в Москве, за рубежом. И все увидят, что 70-80% всех картин относятся к библейским сюжетам. Если посмотреть на всю классическую литературу, вот так иначе там затрагивается тоже фактически библейский сюжет. Музыка, страсти Баха, по Матфею, по Иоанну. То есть мы живем по сути библейской культуры. А человек, входя в общество, фактически формируется, лепит с этой культурой. На основе чего? Культура формирует стереотипы отношения к явлениям внутреннего и внешнего мира человека. А право, закон, вернее, это часть культуры. Поэтому какова культура, таковы и законы. И концептуальная власть управляет не директивно. Иванов, Петров, Сидоров, делайте то-то. Нет. На основе сформировавшихся стереотипов в обществе фактически идет управление всем обществом. И поэтому экономика может быть нравственной и может быть безнравственной. Я думаю, что каждый сейчас понимает, что мы живем в период, когда экономика наша безнравственная. Но проследить вот эту цепочку – нравственность, мировоззрение, концепция, дальше культура, и на основе ее формируется стереотип. Владимир Михайлович, мне кажется, очень важен этот переход, чтобы зрители поняли. Дальше от культуры мы имеем как часть культуры законодательство, а именно законодательные нормы ведь определяют экономику в полном объеме. Поэтому если мы плохо живем, так нам нужно разобраться в системе в целом. Бесполезно искать решение экономических проблем в плоскости экономики. Конечно. И все лозунги о том, что надо жить в правовом государстве, они, в общем-то, пустые, если не понять. А на основе чего формируется законодательство? Да, конечно, когда законодательство сформировалось, его надо выполнять. Но если мы не задумаемся, на основе чего формируется это законодательство, то есть если мы не поймем концепцию, на основе которой и ведется фактическое управление в обществе, мы ничего изменить не можем. Итак, концепция – это и идеи, в которых живут дольше людей, и люди, которые могут пересмотреть эти стереотипы, если они безнравственны, и сформировать некие новые идеи, а фактически и сформировать новую культуру. Есть еще один очень важный момент. Вот нам часто говорят о разделении властей. Нет никакого реального разделения властей в обществе. Вот представим себе пять пальцев на руке. Это пять видов власти. Обществу хорошо известна законодательная власть, судебная, исполнительная и судебная. Но вот об этих двух видах власти, концептуальной и идеологической, мы почти никогда не слышали. Впрочем, по идеологической в последнее время все-таки информация, так сказать, вышла на поверхность, что называется. Да, конечно, но даже когда у нас была идеология, как говорят ЦК КПСС, марксизм и идеология, но без понимания, какая концептуальная власть формирует идеологию, все равно понять ничего невозможно. Итак, концепция жизнестроя формирует культуру, на основе которой формируется стереотип отношений к явлениям внутреннего и внешнего мира человека. Идеология фактически подготавливает для того, чтобы общество воспринимало эту концепцию. Законодательство, третий вид власти, фактически оформляет концепцию, а исполнительная власть на основе закона, вот этот только четвертый вид власти, проводит эту концепцию в жизни. А судебная власть защищает эту концепцию от вторжения и чудо. Остается, может быть, добавить, что, к примеру, если идет война, то нужно понимать, что она идет не сама по себе, она обусловлена, как мы сейчас уже выяснили, финансовыми вложениями в эту операцию. То есть цепочку можно продолжить и дальше. Безнравственная экономика финансирует военные операции и гибнут люди. Видимо, вот такая связь, она также очевидна. Ну, все войны, вот, они являются только следствием, конечно, как выстраивает свою деятельность концептуальный власть. Но вот проследить эту цепочку обывателю, живущему в повседневности, это не так просто. И здесь можно перейти к разговору вот о той проблематике, которую вы затронули, о приоритетах обобщенных средств управления, которыми ходится концептуальный власть. Перейдем уже в следующей программе. А сейчас я хотел бы сказать нашим телезрителям, мы получаем очень много звонков. Вот информация, которую мы, конечно же, не можем изложить в 10-минутной программе, изложена вот в таких книгах. «Мертвая вода» — это концепция общественной безопасности. Есть популярное изложение представления о концептуальной власти. Книжка называется «Концептуальная власть. Миф или реальность?» по аналогии со статьей «Просто о сложных механизмах разорения России». И, наконец, книжка «Последний гамбит». Мы ее уже телезрителям предъявляли, но она дает полное представление о текучих событиях и произошедшем в Соединенных Штатах с позиции и концепции общественной безопасности «Мертвая вода». О том, как работает концептуальная власть, о шести приоритетах, обобщенных средств управления или оружия, в зависимости от того, как это понимать, мы расскажем, уважаемые телезрители, в следующей нашей программе. Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире очередная программа «Прозрение». Тема нашей сегодняшней встречи – концептуальная власть и ее управленческие приоритеты. Валерий Михайлович, в прошлый раз мы говорили о концептуальной власти как таковой, и на сегодня хотелось бы повнимательнее проанализировать схему технологии, что ли, ее работы, как эти приоритеты управленческой власти взаимовложены, и как их помощью осуществляется управление в обществе? Ну, прежде всего, я хотел бы, чтобы наши телезрители поняли, в каком обществе мы живем. Вот по определению авторского коллектива, который разрабатывал концепцию общественной безопасности, мы живем в толпоэлитарном обществе. А что такое толпа? Бутбелинский дал очень четкое определение в свое время толпы. Толпа – это собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету, либо вождей, либо предания, которое может быть как угодно из органа, либо священного писания. Но вы спросите, а как толпа может стать народом? Только после того, как авторитет предания, вождя или священного писания будет заменен культурой мышления. И вот для того, чтобы понять, а что такое культура мышления, а это и есть методы освоения нового знания, я хотел бы несколько слов сказать о тех приоритетах, обобщенных средств управления, которыми и пользуется концептуальная власть в своей повседневной деятельности. Если рассматривать историю общества, а общество всегда каким-то образом управляется, на очень длительные периоды, а не на две недели, то можно выделить шесть приоритетов обобщенных средств управления. Причем на первом приоритете окажется информация мировоззренческого характера, на втором приоритете окажется информация хронологического, летописного характера, на третьем приоритете информация идеологического, технологического характера, на четвертом информация о средствах платежа, то есть и есть вся банковская структура, то, что мы называем мировые деньги. На пятом приоритете уже будут в некотором роде информационные и материальные оружия. Это все средства воздействия на психику человека. Ну, прежде всего, наркотики, алкоголь, табак, ну и некоторые виды музыки. А на шестом приоритете то обычное оружие, которое мы все воспринимаем в качестве оружия. Если мы попытаемся определить мощность воздействия этих шести приоритетов, то самым мощным будет, конечно, первый приоритет. А если мы будем оценивать по быстродействию, то, например, если вы захотите получить результат сразу, то вы ударите своего противника ножом либо пистолетом, но этот результат не будет устойчивым. Все мы знаем, что наша страна победила фашистскую Германию на шестом приоритете силой, мощью всего оружия. Но буквально через два поколения мы пошли к этой Германии с просьбой за кредитами. Если вы хотите воздействовать на своего противника не сразу, поднесите ему стакан алкоголя, дайте ему, особенно в детстве, закурить, и он будет ваш на очень долгое время. На что, собственно, и действует сейчас вся реклама наша. Если же вы хотите воздействовать более устойчиво, вы должны использовать, естественно, и идеологию. Ну, а кто не знает, что ни одно государство не устанавливает хронологию, не устанавливает время. Это надгосударственный уровень управления. Но, конечно, прежде всего, на первом приоритете информация мировоззренческого характера. Те, кто владеет этой информацией, может различать все процессы, они взаимовложены во Вселенной. На прошлой передаче мы говорили о нравственности. Какая нравственность, такое и мировоззрение. Какое мировоззрение, такое мировоззрение, такая и концепция. И концепция может быть и нравственной, а может быть и безнравственной. Культура может быть и нравственной, и порочной. И люди, которые в состоянии оценивать вот эту культуру именно с этих позиций, они могут и пересмотреть и концепции, и на основе которой общество управляется. Если же нам подходить к вопросам экономики, финансам, то, конечно, никто не может сказать, что расставщичество – это нравственно. Но Библия тем отличается от всех других концепций, которые существуют в мире. Почему она доминирует? Потому что у нее есть четкая, выраженная социологическая доктрина. Не давай в рост брату своему ни серебра, ни хлеба, а давай иноплеменнику. И все народы тебе покорятся. А те, которые не покорятся, те будут истреблены. И эта четкая выраженность социологической доктрины сформировала и технократическую культуру, в которой мы все живем. И неважно, все остальные – мусульмане, буддисты – они могут возмущаться сколько угодно некоторыми положениями культуры, технократической, а можно называть ее библейской. Потому что ведь и атомная бомба, и все мировые войны порождены в этой культуре. Ни в восточной, ни в исламской, ни в буддийской. Но они ничего не могут сделать, потому что они пользуются телевидением, радио, компьютерами. Это все порождение технократической библейской культуры. И сейчас задача стоит сформировать альтернативную концепцию, которая и породит альтернативную культуру. Поэтому коллектив, который я представляю, еще в 91-м году закончил формирование концепции общественной безопасности под названием, эпическим названием «Мертвая вода», и которое мы представили обществу еще в 91-м году, за несколько месяцев до путча. И эта концепция общественной безопасности, она является альтернативой той концепции, на основе которой управляется общество, используя вот все эти приоритеты, шесть, которые я перечистил выше. Владимир Михайлович, вот мне представляется, что было бы достаточно интересно для телезрителей проиллюстрировать, как эти приоритеты, это действительно не теория, а как они реально работали, ну, к примеру, во времена перестройки. Это, пожалуй, наиболее ярко бросается в глаза. То есть по каждому приоритету можно привести примеры, и дальше телезрители сами могли бы додуматься. Вот вы говорили о хронологическом приоритете, и мы помним, что было, к примеру, с историей по Сталину, да, так сказать. И вот если пройти по каждому приоритету, то просто видно, как он работал. Как заработал процесс на пятом приоритете, когда включились и спирт-рояль, и запреты Горбачева, и так далее? Ну, я, конечно, могу проиллюстрировать каждый приоритет, но я думаю, что наши телезрители достаточно грамотные. Но один пример. До тех пор, пока все республики не образовали свою денежную систему, никто не верил, что союз распадется. То есть распад шел по линии четвертого приоритета. Ну, а остальные приоритеты, я уж не говорю, алкоголь, табак, все наркотики, когда у нас дети уже закуривают теперь буквально со второго-третьего класса, это совершенно очевидно. Особенно идеологический приоритет. Принципиально новые программы на телевидении от начала и до конца. То есть вот видно, что это все было слажено и взаимовложено. То есть началось все одновременно. Пожалуй, это очень важно для понимания концептуальной власти. Но то, что мы сейчас имеем на телевидении, когда людей опускают на такой уровень, как будто бы это действительно животное, я бы хотел предложить нашим телезрителям вот в следующей программе поговорить о психике, о типах строя психики, которые реально существуют в обществе не только у нас, но и во всем обществе, в котором мы имеем. Иногда, когда смотришь ряд программ, действительно создается впечатление, что решается одна задача – отучить людей думать. Хочется верить, что на сегодня сохраняется аудитория, которая и способна, и желает думать именно для такой аудитории и адресована наша программа. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередная программа «Прозрение». Смотрите нас по понедельникам после 19 часов. Мы даем новый взгляд на происходящее в мире с позиции концепции общественной безопасности «Мертвая вода». Тема нашей сегодняшней встречи такая – нравственность и система концептуальной власти. Хотелось бы отметить, что нравы бывают добрые и злые, нравственность бывает праведная и порочная. Когда мы ищем ответы на многие вопросы, которые возникают у нас по жизни, ибо богатейшая страна на сегодня влачит жалкое существование, мы ищем эти вопросы подчас именно в срезе экономики, а искать ответы на эти вопросы нужно в сфере нравственности. Вы посмотрите, что происходит с нашим подрастающим поколением. Миллионы беспризорников. К сожалению, нравственность общества такова, что поиск выхода из сложившихся проблем мы ищем скорее в строительстве ночлежек, а не в корнях того самого явления, которое мы наблюдаем сегодня. А если посмотреть на корни, то корни этого явления безусловно в нравственности. Дело в том, что если мы возьмем статистику соотношения доходов в нашей стране, эта статистика была 5 февраля в независимой газете даже дана, то доходы самых высокооплачиваемых и самых низкооплачиваемых граждан нашей страны, если брать их в количестве по 10%, отличаются друг от друга в 24 раза. Вот вам и истоки беспризорности нашей, когда у нас целые группы семей не имеют практически возможности просто содержать свою семью. Отсюда поиск идет выхода из создавшегося положения в совершенно иных плоскостях. От безысходности развивается алкоголизм. Поэтому говорить о том, что сфера экономики, она разрешит нам все проблемы, это в принципе неправильно. Мы уже показывали вам в предыдущих программах эту взаимосвязь. Нравственность, мировоззрение, представление о мире в образах, миропонимание, представление о мире в лексике. Дальше идет культура, дальше идет правовая культура как часть культуры вообще и законы. А законы определяют экономику. Можем ли мы разорвать эту связь от нравственности до экономики? Можем, но тогда получим те самые результаты, которые имеем сегодня. Посмотрите на ситуацию в экономике и в других срезах. Учетная ставка Центрального банка от 210 до 25% сегодня. Но это же безумие. Такую доходность не имеет никто ни в сельском хозяйстве, ни в промышленности. А доходность банковского сектора, она на чем основана? Печатается бумага, бумага отдается под процент и получаются неслыханные доходы. Вот именно банковское ростовщичество и ограбило те семьи, которые на сегодня имеют беспризорных детей. Возьмем проблему тоже очень свежую. Это тарифы. Посмотрите, как нас здесь очень хитро проводят. Поначалу речь зашла о 50% надбавках, а потом нам облегчили нашу участь, сказали о 25%. Но, извините, 25% рост тарифов это просто безумие. А куда идут эти завышенные, прямо скажем, тарифы? Я беседовал недавно на Псковщине с директором одного из крупнейших хозяйств. Сельская хозяйственная отрасль, но его заработная плата на сегодня в 6 раз ниже, чем заработная плата того, кто ведает электросетями района. Работа, уверяю вас, очень разная по ответственности, по уровню решаемых задач. Вы скажете, а зачем искать деньги в чужих карманах? Действительно, в РАО ЕС личные самолеты, зарплаты. А мы не чужие карманы проверяем, мы смотрим наши деньги, которые на сегодня находятся в чужих карманах. Вот в этом проблема. А это, еще раз говорю, проблема нравственности. Проблема тарифов, она не имеет никаких иных обоснований экономических, кроме самой нравственности. А что же такое дальше сформированное мировоззрение? А мировоззрение, может быть, можно охарактеризовать так, если, ну, по крайней мере, три принципиально разных типа мировоззрения. Первое мировоззрение, я рабовладелец, все остальные неравные мне люди, и я могу делать с ними все, что угодно, лишь бы мне было хорошо. Это один тип мировоззрения. Второй тип мировоззрения я наблюдал в Индии. Это мировоззрение маленьких людей. Да, мы маленькие люди, вот есть там иные люди, они определят, как нам жить. И, наконец, третье мировоззрение, это мировоззрение равных человечных отношений друг к другу. Вот именно такое мировоззрение мы и считаем человечным, и полагаем, что оно должно поддерживаться в обществе для того, чтобы общество нормальным образом развивалось. Ибо первое мировоззрение, оно доходит до абсурда. Вот в беседе в Швейцарии с одним из представителей нашей команды, вот посвященные, когда рассказывали о своих взглядах на мир, там был такой сюжет. Был задан вопрос, ну а почему бы вы не попробовали хотя бы выйти на телевидение, рассказать людям, ну хотя бы даже из чувства, что ли, самореализации, показать, какие вы умные. Ответ был такой, а у вас дома есть собака? Да, есть. У вас когда-то возникало желание выглядеть красиво перед своей собакой и умно? Нет, не возникало. Ну так вот, у нас тоже не возникает такого желания. Вот чувствуете нравственность и мировоззрение. Я человек, остальные не могут даже претендовать на то, чтобы называться человеком. Отсюда и плоды, которые пожинает нынешняя цивилизация. Вся алгоритмика нашей психики, она определяется нравственностью. И когда мы говорим о психике, то мы разграничиваем четыре типа строя психики. Первый тип психики, это тип психики животного, это когда в поведении человека доминируют инстинкты. Второй тип психики, зомби-биоробот, доминируют обычаи, традиции. Третий тип строя психики, это когда доминируют прежде всего расчеты. Это демонический тип строя психики. И только четвертый тип психики, когда человек опирается на интуитивные прозрения души, это тип психики человека разумного. На сегодня информация по концепции общественной безопасности «Мертвая вода» получила очень любопытное развитие в журнале «Эксперт» номер 5 от 4 февраля. На 84 странице здесь дается достаточно точное определение того, что такое мертвая вода. Мертвая вода – это тот объем знаний, опыта, который необходим человеку, чтобы быть встроенным в социальную систему. И вот если эта социальная система нравственная, то человек и должен нормальным образом в ней ориентироваться. Сам журнал дает любопытную такую связку Александра Николаевича Оладушкина и Буша со словами хобби Александра Оладушкина «Крупнейшее банкротство в корпоративной истории». Это очень непростые, связанные между собой картиночки. Я хотел бы сказать, что вопросы нравственности, вопросы психики человека, они изложены очень подробно в наших книжках «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны». И вторую книжку я порекомендовал от матриархата к человечности. Эти книги можно приобрести вот по телефонам, которые будут указаны в конце нашей программы, а также перед началом семинара еженедельного. Еженедельно у нас семинар проходит на улице Потемкинская, дом 2, в 18.30. За 15 минут до начала вы можете приобрести всю эту литературу и познакомиться с затронутой сегодня темой гораздо более подробно. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире еженедельная аналитическая программа про зрение. Тема нашей сегодняшней встречи «Военный управленческий приоритет в системе концептуальной власти». Дело в том, что мы с вами ранее рассмотрели систему надгосударственного управления и осмыслили, что концептуальная власть содержит 6 управленческих приоритетов. 4 из них из разряда информационного оружия и 2 это материальное оружие. Так вот, последний приоритет по значимости, если так можно сказать, это приоритет военного оружия. Дело в том, что результаты, которые достигаются с помощью военного оружия, они достигаются очень быстро. Это самый быстродействующий приоритет. Однако устойчивость полученного результата самая низкая. И не случайно мы имеем после нашей победы в Великой Отечественной войне и ситуацию и в экономике, и в идеологии, и во всем происходящем в нашем стране очень далекую от той, которая сложилась у стран, потерпевших поражение в Великой Отечественной войне, в частности, Германия и Япония. Это говорит о том, что мы выиграли это сражение лишь на шестом приоритете, но мы не руководствовались правильно иными приоритетами управления. В свое время очень точно информацию о смысле шестого приоритета дал Александр Сергеевич Пушкин, который, как известно, впитал в себя знания как древнее египетского жречества по линии матери, так и святорусского жречества по линии отца. Вот посмотрите, как он характеризует высшую меру понимания значимости военного приоритета. Он говорит, соперники в искусстве брани, не знайте мира меж собой, несите мрачной славе дани и упивайтесь враждой. Пусть мир перед вами цепенеет, девяся гротным торжествам. Никто о вас не пожалеет, никто не помешает вам. Вдумайтесь, как это глубоко. Дело в том, что конфликт двух сторон, он всегда является неким заказным сценарием стороны третьей. В любом военном конфликте двух сторон всегда заинтересован третья страна, которая решает в этом регионе свои собственные проблемы. Как известно, во время военного конфликта в ослабленную зону потом можно получить доступ к сырью, можно получить доступ к бесплатной рабочей силе, можно получить доступ к технологиям и в то же время привнести туда собственные технологии для такого технологического что ли порабощения, а в дальнейшем и решать иные задачи. Ну и, конечно же, получить рынок для собственных товаров. Вот задачи, которые решаются в любой войне. Если мы возьмем истоки Второй мировой войны, то она была связана прежде всего с проблемой опускания валют воюющих стран, для того, чтобы доллар стал доминирующей валютой на земном шаре. Как известно, до 20-го года доминировал фунт стерлингов, после 20-го года была некая неопределенность и в результате Второй мировой войны валюты всех европейских стран были опущены и в 44-м году результат был получен, когда доллар стал единственной валютой, привязанной к золоту. Вторая мировая война, вы понимаете, была организована также во взаимосвязи нравственности, экономики и военного оружия. В 35-м году, достаточно сказать, Гитлер не имел ни одного танка, ни одной пушки, ни одного самолета. Он был профинансирован международными банковскими кланами и дальше был организован этот театр военных действий для того, чтобы опустить валюты воюющих держав. Очень любопытная выдержка, я просто ее процитирую из своей же книжки, по поводу Второй мировой войны, позиция, скажем, Ватикана. Вот газета на страже Родины приводит реферат отдела Абвера от 12 июня 41-го года и документ сообщает о финансовой поддержке Ватикана Рузвельтом и о том, как папа отчитывается перед США в расходовании этой помощи. И там есть такие слова. На пороге войны между Германией и Россией Ватикан сделает все необходимое, чтобы ускорить начало войны между Германией и Россией и даже побудит к этому Гитлера путем обещания ему моральной поддержки. Германия, заявил папа, одержит победу над Россией, но он ошибся, но ее силы будут настолько ослаблены, что тогда можно будет совершенно иначе вести себя в отношении нее. Вот видите, такая циничная позиция третьей страны, значит, когда две воюющие стороны не понимают, что они работают на третью. Я, к примеру, по Карабахскому конфликту беседую с руководством Армении. Вам это что-то дало позитивное? Нет. Беседую с руководством Азербайджана. Вы что-то от военного конфликта получили? Нет. Но извините, если, тем не менее, он спровоцирован и организован был, то значит, это кому-то было нужно. Вот это очень важно понимать, когда мы с вами анализируем этот третий приоритет. Важно не попадаться на удочку, потому что Россию все время пытаются втащить вот в такие сценарии. Посмотрите, что происходит на Балканах. Ведь Балканы всегда были известным фитилем для организации таких глобальных сценариев. И когда на Балканах провоцируется такой конфликт, то псевдопатриотизм России подталкивает нас к чему? Ну, там же ваши православные братья-сербы, надо бы им помочь, давайте начнем формировать добровольческие отряды. А с другой стороны тоже подогревают исламскую сторону. Таким образом пытаются спровоцировать конфликт, на котором потом удастся погреть руки. Очень приятно, что на сегодня такие сценарии нынешним руководством России разгадываются. Многое делается для раскрытия этих сценариев и нашей концептуальной аналитической группой внутренний предиктор СССР мы называем это Соборной социально справедливой России. В частности, вот у нас по приоритету военного оружия была выпущена такая книжечка «Чернильный визитер». Это рецензия на повесть «Норкоинквизитор». Выпущена такая книжка «Российское общество и гибель атомной подводной лодки Курск. История и перспективы». Очень подробно мы уже демонстрировали эту книжку «Последний гамбит» описаны события в Соединенных Штатах Америки. Это как раз пример того, как организуется, но действительно гамбит на уровне военного оружия, на уровне последнего шестого приоритета. И в такие конфликты на сегодня, к сожалению, по бездумию втягивается руководство Соединенных Штатов. Они не понимают, что по отношению к ним применяются абсолютно те же самые схемы, которые в свое время применялись по отношению к Гитлеру. Вы посмотрите на то показное единство, которое нам демонстрируют в Соединенных Штатах. И посмотрите на то, что происходило в 30-х годах в Германии. Это просто копия. И, к сожалению, здесь изобретатели этих сценариев, система концептуальной власти, они не выходят на какие-то принципиально иные разработки. Они довольствуются той методологией, которая уже обкатана ранее. Хочется верить, что руководство Соединенных Штатов должно будет осмыслить все то, что происходит на сегодня и пересмотреть свои позиции. Вот таков третий приоритет, приоритет, на котором обычно работает тот, кто не понимает более высоких уровней управления. Швейцария, которая понимает все это, она, как вы знаете, никогда не воевала. И Гитлер, находясь в 10 минутах марша до швейцарских банков, не имел возможности пойти туда, поскольку концептуальное управление осуществлялось именно оттуда. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Всего доброго, до встречи в следующий понедельник. наркотизация как инструмент глобального надгосударственного управления. Сегодня мы коснемся с вами тем самым пятого приоритета управленческого концептуальной власти. Шестой мы рассмотрели в предыдущей передаче. Это военное оружие. Оно, как мы поняли, не дает устойчивых во времени результатов. Что же касается алкоголя, табака, наркотиков, то это пятый управленческий приоритет. Он гораздо более мощный по способу воздействия на общество и дает гораздо более устойчивые результаты. Обратимся хотя бы к истории индейцев в Соединенных Штатах. После того, как была применена огненная вода, вопрос был решен устойчиво и надолго. На сегодня индейцев показывают разве что в качестве реликвии. Алкоголь, табак, наркотики работают прежде всего на генофонд последующих поколений, тем самым и обеспечивая устойчивость результата. Мы можем посмотреть, как работал этот приоритет и на примере нашей страны. Вы прекрасно помните нашего архитектора перестройки, который проводил эту операцию по классической масонской схеме, когда на первом этапе вводится запрет на питье, потом спирт-рояль и процесс пошел, как говорил Горбачев в свое время. Одновременно были запущены все инструменты наркотизации и по другим каналам. Это видеофильмы, пословицы, поговорки. К сожалению, работает на этот же инструмент и институт врачей. Любой врач вам всегда посоветует рюмочку коньяка или фужер вина. К сожалению, работает на этом направлении церковь, ибо причастие это как раз лишение человека развлечения, что алкоголь это генное оружие. И введен даже термин церковное вино. Так вот, помимо, конечно, алкоголя, табака, наркотиков, к пятому приоритету следует отнести и отдельные виды музыки, привязанность людей к компьютерам, к телевидению. оно тоже в определенной мере работает как наркотик. Случайны ли схемы повсеместного потребления алкоголя? Мы утверждаем, что это не случайно. Эти инструменты были отработаны в свое время еще древнеегипетским жречеством. Многие из алгоритмов подчинения страны народов, они брали из мира насекомых. В мире насекомых есть такое агрессивное по отношению к муравьям насекомое ламехуза. Но в нормальном состоянии ламехуза не может напасть на муравейник. Муравьи представляют из себя очень сильный организованный отряд. И вот ламехузы имеют на брюшке под лапками алкоголевыделяющие железы. Если они размещаются перед муравейником, то через пару недель от былой организованности не остается и следа. Ламехузы вторгаются в муравейник и уничтожают потомство муравьев, заложенное в муравейниках. Таким образом решается этот вопрос в мире насекомых. Жрецы, переродившиеся в знахарей, использовали этот механизм и проверили его работоспособность на людях. Оказалось, что он прекрасно работает. Русь, вы знаете, изначально никогда не пила. Спаивание Руси началось именно с момента крещения Руси. По сию пору еще сохраняются у нас старообрядческие семьи, которые категорически исключают для себя потребления алкоголя. Алкоголь можно победить исключительно на мировоззренческом уровне, когда ты осознаешь его как генное оружие. Вот если взять книжку мою, о которой я говорил, «Концептуальная власть. Миф или реальность», то пятый раздел этой книги, он так и называется «Алкоголь, табак и иные средства воздействия на генетику и психику человека как глобальное средство управления». Поэтому работающая на базе этих знаний партия единения, на базе концепции общественной безопасности «Мертвая вода» на сегодня представлена уже в 60 регионах и любой участник нашего движения категорически исключает для себя даже однократное потребление алкоголя либо табака. Самая большая тайна, которая скрывается от человечества, это тайна физиологии опьянения. Вот вы прекрасно помните песенку про чижика-пыжика «Выпил рюмку, выпил две, закружило в голове», да, или «Зашумело в голове». А вот что же, собственно, зашумело, об этом, к сожалению, умалчивают все, в том числе и врачи. А вот процедура шума, когда становится понятно зрителям, мне хотелось бы, чтобы вы это поняли, многие перестраивают свой образ жизни. Дело в том, что алкоголь, попадая в кровь, снимает с эритроцита липидный слой, и они начинают обладать новым свойством, свойством слепания. Они текут по сосудам в виде виноградной грозди. У посвященных есть такой термин, даже, эффект виноградной грозди. Так вот, в тонких структурах головного мозга наши капилляры, по которым идет кровь, диаметр их соизмерим практически с размером эритроцита. В этих тонких структурах эти грозди слипшихся эритроцитов застревают, и прекращается кровоснабжение отдельных микроучастков головного мозга. Вот, собственно, что зашумело. Прекратилось кровоснабжение отдельных микроучастков головного мозга. Но самое печальное состоит в том, что после этого нейроны, это клеточки, которыми мы думаем, условно говоря, они физиологически погибают, и в мозгу образуется мертвая ткань. От потребления 100 граммов водки погибает порядка 1 миллиона нейронов. общеизвестные, хотя и не широко популяризируемые факты. Так вот, у пьющего человека, если посмотреть под микроскопом, то прямо видны, вот, как будто моль выяло вот эти микрофрагменты головного мозга. Заканчивается этот процесс, я должен буду здесь сказать такую очень грубую физиологичную фразу, но она очень точна медицински, поскольку эти вопросы я исследовал и в Соединенных Штатах Америки, и совместно со специалистами нашего первого медицинского института. так вот, эта фраза звучит так, каждый потреблявший алкоголь в будущем мочится своими собственными мозгами. Вот, собственно, тот конечный путь, который происходит при потреблении алкоголя. Самое опасное, если говорить об алкоголе, разновидность алкоголя, это пиво и шампанское, поскольку через пиво и шампанское идет спаивание детей и женщин. А ведь важен первый шаг. Дальше человек вступает на наклонную плоскость и лишь немногим удается противостоять этому неумолимому процессу спаивания, так как даже Всемирная Организация Здравоохранения классифицирует, как вы знаете, алкоголь как наркотик. Если говорить о сигаретах, то механизм примерно тот же, то же самое прекращение кровеснабжения отдельных участков головного мозга, но под действием иных механизмов срабатывают защитные механизмы мозга. Поэтому если выстраивать линию наркотизации от пива, шампанского, сигареты до героина, то аналогом этого будет на шестом приоритете такой же ряд от пистолета Макарова до баллистической ракеты. Предназначение одно и то же, а вот как бы убойная сила, она разная. Российская газета 1 марта только что дала очень такой любопытный материал из Академии наук о том, что клетки сердца погибают, ну, они, вернее, включается механизм их саморазрушения у человека, потребляющего алкоголь. Это еще один аргумент. Когда мы даем эту информацию, речь не идет о каком-то назидании. Мы просто говорим, что у людей должно быть право выбора, базирующееся на всесторонней объемлющей информации. И, наконец, последняя проблема. Вот все знают, что алкоголь это вредно, но почему, тем не менее, он потребляется, почему люди курят, это определяется как раз типом строя психики, о которой мы говорили пару программ назад. Дело в том, что если человек имеет строй психики, который мы называем животный строй психики, то у него нет алгоритма защиты от алкоголя. Животное, как вы знаете, любое, спивается, если ему предоставить алкоголь в неограниченных количествах, в течение примерно 14 недель. Значит, более устойчивы к алкоголю люди со строем психики зомби-биороботы, но они, как правило, все потребляют алкоголь, поскольку они в основном ориентируются на привычки и традиции. Ну и поскольку все пьют, то и я пью. Задайте вопрос, почему ты куришь? Ну, потому что все курят. Это строй психики зомби-биоробота. Демоны, это демонический строй психики, пьют очень редко. И только тогда, когда это нужно для того, чтобы умело пасти зомби-биороботов. И лишь люди со строем психики человек разумный, они категорически исключают для себя алкоголь, табак, наркотики в любых количествах, даже одноразовое их потребление. Вот система алкоголя, она и позволяет выстраивать эту пирамиду. Когда зомби-биороботы пасут людей со строем психики животным, в свою очередь демоны пасут тех, кого мы относим к строю психики зомби-биороботы. так выстраивается пирамида непонимания и система надгосударственного управления с помощью средств наркотизации населения. Спасибо вам за внимание. Следующая наша программа выйдет в понедельник. Она будет посвящена четвертому приоритету экономическому. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире очередная программа прозрения. Тема нашей сегодняшней встречи деньги и судный процент в системе концептуальной власти. Как вы понимаете, мы вышли на четвертый управленческий приоритет в системе концептуальной власти. Она содержит шесть приоритетов. Четыре из них это информационное оружие и два материальное оружие. Материальное оружие это военное оружие и алкоголь. Мы рассмотрели в предыдущих передачах и наконец мы выходим на серию информационного оружия, которое применяется в том числе по отношению к нашей стране. Поэтому не случайно у нас на сегодня на столе Библия, Коран и Пушкин как основополагающие источники по сути трех цивилизаций библейской, коранической и русской цивилизации. Русская цивилизация, сразу оговорюсь, речь не идет о национальности, речь идет о, если угодно, состоянии души, о мире нравственности. Человек любой национальности может быть назван русским человеком, если он отвечает критериям русской цивилизации. Итак, экономический приоритет. С позиции достаточно общей теории управления и концепции общественной безопасности «мертвая вода» благосостояние любого государства определяется вовсе не в сфере тех споров, которые присутствуют и в телеэфире, и в книгах по экономике, они определяются исключительно принятой в стране системой денежного обращения. То есть одна страна деньги печатает и распространяет их по всему земному шару, вторая страна деньги не печатает, а ввозит деньги извне. Вот, собственно, этим и определяется благосостояние. Дальше включаются такие моменты, как судный процент, который действует в стране, курс валют, соотношение между своими деньгами и чужими и объем заимствований. Вот, собственно, те параметры, которые определяют, идет ли страна курсом разорения или курсом достатка. Все остальное от лукавого, все остальное это туман, за которым скрываются эти основополагающие моменты. Не случайно в свое время Ротшильд обозначил вот этот алгоритм следующими словами «Дайте мне управлять деньгами страны и мне нет дела, кто создает ее законы». Это действительно так, поскольку страна, печатающая бумажные деньги, получает очень интересный доход, который в экономической энциклопедии называется «сеньорадж». Сеньорадж это доход, который определяется разницей между себестоимостью изготовления денег и их номиналом. Так что «сеньорадж», скажем, на 100-долларовой купюре равен, наверное, 99 долларам и 90 центам. Вот этот доход является страной той корпорации, которая печатает деньги. Обидно и досадно то, что страну нашу грабят очень дешево и примитивно. Вот если говорить по-простому, ведь механизм этот к чему сводится? Ну, представьте себе, вы там для покупки квартиры заняли у кого-то 100 тысяч рублей под 25% годовых. Ну, это учетная ставка ЦБ нынешняя. Это к чему приведет? Это приведет к тому, что через 4 года вы должны будете выплатить 100 тысяч рублей в виде процентов. А сколько вы будете должны? Да, те же самые 100 тысяч. И так всю жизнь. Важно, чтобы не вернули основной долг. Через 40 лет вы выплатите уже миллион рублей. А сколько будете должны? Да, те же самые 100 тысяч. Вот такая элементарная алгоритмика и включена против нашей страны. Вы знаете, что мы на сегодня должны 160 миллиардов долларов. Это наш внешний долг. И вместо того, чтобы напечатать собственные деньги, имея бумагу и краску, мы, тем не менее, заимствуем их по-прежнему и тем самым садимся на эту иглу кредитную. Если привести цифры, то Бразилия на сегодня выплачивает ежегодно 42 миллиарда долларов, Мексика 40 миллиардов долларов, если брать Венгрию и Индонезию, то это 20 и 19 процентов соответственно валового внутреннего продукта. Вот таковы цифры, таковы алгоритмы. И мы никогда не изменим благосостояние нашей страны, пока мы не перейдем на управление принципиально новой концепции. А в этом случае все проблемы могут быть решены как-то не покажется странным. Буквально в течение года. Эти алгоритмы описаны у нас вот в работе краткий курс и освещались в свое время еще Ничволодовым в работе от разорения к достатку. Далее. Как сделать так, чтобы страна пользовалась деньгами не своими, а чужими? Для этого существует всего два механизма. Первый механизм это включение судного процента. А судный процент, как вы знаете, относится на себестоимость продукции. Он у нас доходил до 210% годовых. Вот вам и алгоритмика обвала собственной валюты. А второй механизм это увеличение тарифов естественных монополий. Как только вы включаете механизм увеличения тарифов или механизм увеличения стоимости на энергоресурсы, так у вас моментально включается инфляционный механизм и ваши собственные деньги проседают. Вот с помощью этих механизмов страну и загоняют в чужую бумагу, что называется. Если посмотреть теперь уже в позиции концептуальной власти на то, как выстраиваются эти механизмы, то мы поймем, что основополагающим документом библейской концепции управления является Библия. Библия в книгах второзакония и книга пророка Исаии как раз дает алгоритмику управления странами и народами. Я процитирую это дословно. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобою господствовать не будут. Вот тот алгоритм, который дает Библия. А что такое марксизм? А марксизм скрывает эти механизмы. Марксизм умышленно и целенаправленно вводит противоречия между наемным работником и собственником. И пока они разбираются между собой, через систему расставщичества благополучно опускается и та, и другая категория. На экономическом приоритете напрямую библейской концепции противостоит Коран. Если вы откроете Коран, а это сура 2 аят 275, я его также просто процитирую, он звучит так. Те, которые берут лихву, восстанут в судный день, как восстанет тот, кого шайтан своим прикосновением обратил в безумца. Это им за то, что они говорили торговля, то же, что и лихва. Но торговлю Аллах дозволил, а лихву запретил. Если к кому-либо из расставщиков приведет увещевание от Аллаха, и он поступит согласно этому увещеванию, то ему простятся его прежние грехи. Вот именно поэтому идет повсеместное нагнетание бездумно-негативного отношения к Корану, поскольку он разоблачает библейскую концепцию управления на экономическом приоритете. И если, наконец, мы возьмем представление русской цивилизации, которая представлена в произведениях Пушкина, хотя и в закрытой форме, в форме символов, то в третьем томе прочитаем следующие строки. И далее мы пошли, и страх обнял меня, бесенок под себя поджав свое копыто, крутил ростовщика у адского огня, горячий капал жир в копченое корыто, и лопал на огне печеный ростовщик, а я поведай мне в сей казни что сокрыто, вергили мне мой сын сей казни смысл велик, всегда стяжание имев одно в предмете, жир должников всосался и злой старик, и их крутил безжалостно на вашем свете. Вот собственно отношение Пушкина к будущему ростовщичества. Мы убеждены, что дни библейской концепции сочтены в соответствии с алгоритмикой Пушкина, и наступил тот самый день, который предрекал в свое время Тютчев. Был день, когда Господний правды молот громил, дробил ветхозаветный храм, и собственным своим мечом священник сам. Вот таковы взгляды концептуальные на экономическом приоритете. Спасибо вам за внимание. До встречи в следующий понедельник. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире очередная программа «Прозрение». Тема нашей сегодняшней встречи «Азбука перевода экономики страны от разорения к достатку». Эта тема навеяна вашими вопросами. По предыдущей программе, посвященной экономическому приоритету, их было очень много, и мы решили дать, если угодно, лики того самого алгоритма, о котором мы говорили в прошлой программе. Алгоритма, когда страна та или иная угнетается с помощью мировых денег из судного процента. Помимо этого, нами принято решение первый четверг каждого месяца. Мы будем устраивать зрительские конференции, они будут проходить в Военмехе, это угол 1-й Красноармейской и Московского проспекта, в зале ученого совета. Итак, мы проиллюстрируем некоторые алгоритмы работы тех самых мировых денег из судного процента. Начнем, пожалуй, с брошюры, которая называется «Деньги без процентов и инфляции». Она издана в Швеции, автор Маргарет Кеннеди. Говорят, нет пророков в своем отечестве, мы перевели эту книжку на русский язык и хотели бы привести вам некоторые выдержки из этой книги. Здесь приводятся такие цифры. Развитые страны, так называемые, ежедневно получают доход через судный процент и внешние заимствования развивающихся стран в размере 100 миллионов долларов ежедневно. Вот здесь и кроются истоки того самого процветания. Многие говорят, ну, я не беру денег под процент, поэтому ко мне все это не имеет отношения. Это глубочайшее заблуждение. Дело в том, что жизнь устроена так, что кредитуются Метрополитен, Водоканал, Жилищники, Ленэнерго, в конце концов. И судный процент, он заложен изначально в стоимость тех услуг и продуктов, которые вы приобретаете. Маргарет Кеннеди дает в своей брошюре иллюстрацию по доле процентов в платежах, которые мы осуществляем. Они доходят до 80%. Вот вы можете посмотреть эти диаграммки. Темным цветом указана доля в наших платежах, которую содержит вот та самая составляющая процентные платежи. В последнее время, еще в советские времена, единственная страна, которая не сидела на игле ростовщичества была Румыния. Именно поэтому Чаушеску и закончил жизнь таким образом по решению международных ростовщиков. Хотелось бы еще такую иллюстрацию привести, близкую, может быть, для крестьян наших и для Ленинградской области в целом. Вот мы все слышим на сегодня об алгоритме поддержки агропромышленного сектора через компенсацию двухтретьей учетной ставки. Я хочу сказать, что это обман, причем обман такой неприкрытый. Дело в том, что крестьяне, имея цикл оборота капитала год, а рентабельность в единице процента, даже теоретически не имеют возможности выплатить судный процент в объеме 25 процентов. Поэтому фактически правительство датирует вовсе не сельское хозяйство, а датирует банкиров- вот это мы с вами должны понимать, когда нас информируют о якобы поддержке сельского хозяйства. Следующий пример. Все мы знаем, что налоги в нашей стране составляют порядка 40 процентов от валового внутреннего продукта, хотя если говорить даже о мировых нормах, то это 10-15 процентов, не более. Почему так происходит? Да, это происходит именно потому, что все процентные платежи, которые мы обязаны платить по международным заимствованиям, как раз и берутся из наших налогов. Поэтому в нормальной государственности высокие налоги не страшны, они идут на бесплатное образование, на медицинскую помощь, на воспитание детей. У нас же это транзитом все идет в оплату международных наших процентных заимствований. Мы с вами говорили о том механизме, когда одна сторона печатает бумагу, а другая берет ее взаймы. Но если всмотреться в эту бумагу, вот перед нами однодолларовая бумажка, ну, впрочем, и все остальные выглядят точно так же. Никакой надписи, кроме «Мы верим в Бога» на этой бумажке не содержится. Это намек посвященным те, кто печатает эту бумагу, они подчеркивают тем самым по умолчанию «Мы в доллар не верим, мы верим только в Бога». Вот такие знаки даже на самой бумаге видны. А алгоритм, который мы обозначали в прошлой программе, он сводится к следующему. Если вы берете 10 килограммов долларовой бумаги в 100 долларовых купюрах, то страны лохи, как мы говорили, обменивают эти 10 килограммов на 100 килограммов золота. Вдумайтесь в эти цифры. 10 килограммов бумаги с одной стороны и 100 килограммов золота с другой стороны, а равно нефть, газ, лес и все остальное. Вот собственно и все механизмы. Опускание рубля. В прошлый раз мы обозначили в двух словах эту тему. Действительно, чтобы в стране господствовала вот эта долларовая бумага, а не рубль, чтобы все сбережения населения вкладывало в доллар, какие механизмы для этого применяются? Мы уже называли. Это судный процент, который включает инфляцию и опускает рубль. Это тарифы естественных монополий, которые неизбежно раскручивают инфляцию. Дальше, это террор. Если на той или иной территории идут военные операции, то заведомо валюта этой страны опускается. Вот, собственно, в этом природа всех военных конфликтов от Югославии до Индонезии по всей дуге, включая нашу Чечню. И, наконец, последний инструмент опускания собственной валюты во имя насаждения чужой валюты, а, по сути, мы имеем на сегодня оккупированную страну, но она оккупирована не с помощью оружия и военных касок, а с помощью зеленой долларовой бумаги. Так вот, опускание собственной валюты происходит в том случае, если страна начинает продавать собственные ресурсы за чужие деньги. Такого нет ни в одной стране мира. Как только мы начали бы продавать газ, лес, нефть, золото за рубли, рубль стал бы самой уважаемой валютой в мире. Японцы, для примера, еще в 1948 году ввели закон, который запрещает продажу чего бы то ни было из Японии за любые деньги, кроме иены. Вот эта страна, которая, так сказать, понимает, что такое глобальное управление и что такое концептуальная власть. Управление деньгами в нашей стране осуществляется с помощью Центрального банка. Центральный банк, по сути, является программно-адаптивным модулем внешне-концептуальной власти, встроенным в нашу страну. То есть, он, по сути, никакого отношения к нашей государственности не имеет и никому не подчинен. Центральный банк, де-факто, если вы вчитаетесь в законодательство, это частная корпорация, поскольку она сама управляет и прибылью своею и всеми остальными процессами, которые являются компетенцией всегда собственников. Посмотрите на наше правительство, ведь ему абсолютно без разницы, брать ли кредиты в МВФ или в Мировом банке, или у Ротшильдов, или у Центрального банка. Взаимоотношения абсолютно одинаковые, поэтому складывается ситуация так, что Центральный банк и определяет все механизмы управления страной. К сожалению, ни один из политиков, кроме Путина, вопрос о реорганизации Центрального банка не ставил. На сегодня, казалось бы, такие вопросы математику Зюганову должны быть понятны. И тем не менее, именно Путин настоял на этом вопросе, и перемены, которые произошли сегодня, они связаны как раз именно с позицией президента. Любопытным является тот факт, что даже Касьянов теперь в письме президенту однозначно указал, что во всех проблемах, включая инфляцию, виноват Центральный банк. Но, извините, где же он раньше был? У нас ведь все эти вопросы детально изложены в таких книжках, как грыжу экономики следует вырезать к пониманию макроэкономики государства и мира, сами названия говорят за себя. Здесь мне вспоминается такой диалог «Винни-Пух, а ты читать умеешь?» Конечно, умею, если мне расскажут, что там написано. По-видимому, нашему премьеру кто-то подсказал, что написано в нашей литературе. Я хотел бы сказать, что если говорить об алгоритме выхода страны из разорения, то он элементарен. Прежде всего, это приватизация, конец приватизации Центрального банка и национализация его, это выпуск собственного энергообеспеченного рубля, это запрет на изменение тарифов и на судный процент, это организация экспорта исключительно за рубли, это замещение долларов на наш российский рубль и возврат полученных тем самым на добровольной основе долларов за счет понижения его покупательной способности в нашей стране, возврат этих долларов нашим кредиторам. Так что, если в двух словах говорить об алгоритме, то вспомним пушно, и был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Вот когда такой эконом появится в нашем правительстве, Россия станет процветающей страной. Все вам доброго, до встречи в следующий понедельник. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Тема нашей сегодняшней встречи единый механизм противостоящих идеологий как инструмент концептуальной власти. То есть мы выходим с вами на третий управленческий приоритет концептуальной власти идеологический. Идеологии всегда формируются с методологического уровня управления и их предназначение облечь разработанную концепцию в притягательные формы. Вы помните, как искусно это делал говорливый генсек наш Горбачев. Там и ускорение социально-экономического развития, и борьба с пьянством, и социализм человеческим лицом, народ пошел за ним. Но алгоритмы реализовывались принципиально иные. Лишь наивные буржуазные демократы-мечтатели еще по сию пору может быть думают о том, что у хозяев Горбачева были планы построения капитализма в России. Таких планов не было. Если бы были такие планы, то, наверное, для их реализации можно было найти иных людей, а не МНСов и ЗАФЛАБов типа Гайдара. То есть идеология это всегда ширма, которая скрывает истинные цели герметичной концепции управления. На идеологическом уровне, как правило, создается белый шум, который скрывает истинные схемы управления. На сегодня у нас очень много партий, движений, но ни одна из них ничего не говорит по существу о мировых деньгах, об управлении через судный процент. Пушкин наиболее точно охарактеризовал их предназначение. Вы, рыцари Парнасских гор, старайтесь не смешить народа негромким шумом ваших ссор, бронитесь, только осторожно. Вот он понимал, что такое идеологический приоритет в глобальной системе управления. А ведь за правилом библейской концепции абсолютно без разницы, как они будут гнать дармовое сырье из России по буржуазно-демократическому сценарию Немцов Гайдар или по марксистко-троцкистскому Зюганов Вольский либо по сценарию крепкой руки либо по сценарию саентологическому Кириенко и так далее. Разницы для них нет никакой. Они в равной мере готовы поддержать любого из этих политиков, поскольку он не поднимается с идеологического уровня на методологический. В свое время, когда начиналась перестройка, то системы свято-русского жречества ощущали этот процесс и они включились в ту самую операцию, которая проводилась библейской концептуальной властью, которая называется короткий оверштаг. То есть смысл его в том, что если вам нужно пойти направо, а сделать это сложно, команда неслаженная под правый разворот, то вы изображаете левый разворот. Вы идете все время влево, 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 и не замечает страна, как она ложится на верный правильный курс. Вот значит когда страна пошла влево, появилось очень много желающих с алгоритмом Хапп и пока Горбачев, но этот маневр именно и проводится для того, чтобы обнажилась суть каждого, которая в нормальном ходе исторического развития незаметна. На сегодня вот такой короткий оверштаг завершается и символом того, что на сегодня подготовлены сценарии по сути обрезания той части бездумной элиты, которая клюнула на эти лозунги Горбачева. На сегодня вот программа кукла недавнешняя она показала достаточно ярко этот алгоритм, когда Путин изображает, что он намерен прыгнуть в водоворот. Все побострасные чиновники делают это первыми, а Путин глядя на них говорит ну что ж мы найдем других людей чистых и честных. Я думаю, что они поймут нас и простят. Вот собственно та алгоритмика, которая будет реализовываться в стране в ближайшее время. Я хочу сказать, что усилия библейской концептуальной власти по выстраиванию на этом развороте собственных алгоритмов она не состоится. Дело в том, что мы разоблачили эти сценарии в работе троцкизм это вчера, но никак не завтра, а позиции тех партий, которые действительно должны думать о стране, они изложены вот в брошюре теоретическая платформа всех мыслящих партий. Марксизм же, ему, наверное, мы посвятим как-то отдельную передачу, потому что походи об этом не скажешь, а это одна из разновидностей светской Библии и суть марксизма прямо в начале книги нашей дается диалектика и атеизм две сути несовместны. В ходе вот такого разворота короткого верштага мы, по сути, провели если угодно прививку на теле нашей государственности от того зла, которым заражена западная цивилизация. Мы с вами очень долго жили в режиме, когда вот маячила некая витрина такая притягательная западных ценностей. Какие-то там искусства, кино, значит, колбасы, продукты, это все нам неведомо. Сегодня народ попробовал всего. И колбасы, и кино посмотрел, и к искусству приобщился. Думаю, что этой прививки для человека истинно русской цивилизации хватит нам, много поколений вперед. Схемы работы идеологического приоритета, они определяются прежде всего телевидением, радиовещанием и газетами. Очень важно понимать, что телевидение, оно на сегодня является основным инструментом формирования мировоззрения. Если вы на телевидении постоянно наблюдаете сцены из русских сказок, сцены борьбы добра со злом, и когда добро побеждает зло, то формируется и соответствующее мировоззрение у подрастающего поколения. Если же у вас в кадре сцены насилия, то тогда эти сцены становятся нормами в жизни у подрастающего поколения, и когда человек потом видит это в жизни, он не противится этому, он считает это вполне нормальным явлением. Дело в том, что все, что происходит в телевизионном эфире, оно потом с неизбежностью повторяется в жизни. Это старая истина, она давно известна тем, кто занимается социальной магией и глобальными схемами управления человечеством. В свое время, еще в советские времена, когда был факт самосожжения показан на телевидении, то эти факты начали повторяться и прекратились они только тогда, когда прекратился показ. То же самое в Соединенных Штатах эти же события фиксируются. Ну, а, пожалуй, наиболее такой классический вариант, он отражен Ильфом и Петровым в Золотом Теленке. Если вы припомните там главу Конец Воронии и Слободки, суть ее в том, что Камергер Митрич, увидя соседку, разливающую керосин, решил, что она спалит дом. Он побежал срочно страховать свое имущество. Эта информация разнеслась по всей Слободке, люди начали выносить вещи на улицу, страховать свое имущество, был запущен этот алгоритм. А дальше вспомним строчки из этого романа. И ровно в 12 часов дом загорелся, подожженный одновременно с 6 концов. Он просто не мог не сгореть. Вот эту алгоритмику прекрасно понимали такие классики, к которым мы относим Ильфа и Петрова. Если говорить о телевизионном эфире, то многие воспринимают на сегодня такие программы, как Поле чудес, Выиграй миллион, как вот самые безобидные программы. Но вдумайтесь, чрезвычайно дорогостоящее эфирное время бесконечно тратится на эти программы. Это что, случайно? Нет, это не случайно. Это механизмы развала нашей государственности. Эти программы из разряда наиболее опасных в общественном плане. Почему? Потому что они программируют целое поколение на получение доходов вне сферы созидания. Ребенок смотрит, папа с утра до ночи работает, а мечта о машине так остается и несбыточной. А там дядя колесо крутанул и выиграл машину. Эти алгоритмы позднее включатся и они будут всегда работать как антиобщественные алгоритмы. К сожалению, юмористы и сатирики наши тоже не всегда понимают, что посвященными давно вычислено если зло осмеяно публично, то оно дальше может твориться безнаказанно. То есть оно как бы снимает иммунитет общества и общество не противится ему. Такими механизмами в свое время был сделан Гитлер не страшным для общества с помощью всемирно раскрученного комика Чарли Чаплина. Но посвященные знали, что делают, как знали и то обстоятельство, что они далеко не случайно поставили памятник Чарли Чаплину на берегу Женевского озера. Символом же нашей порочной идеологии является безусловно двуглавый орел. Что бы ни говорили специалисты по геральдике, к сожалению, наши земляки они далеки от истины. Двуглавый орел это символ концептуально неопределенного управления, символ несостоятельности нашей идеологии. Точное определение этому символу дал в свое время простой матрос. Когда царь проходил мимо строя матросов, он подошел к одному из них и спросил что есть двуглавый орел. Урод ваше превосходительство ни на секунду не задумавшись отчеканил матрос. На этом наша программа закончена. Всего вам доброго. До встречи в следующий понедельник. Добрый день, уважаемые телезрители. Тема нашей сегодняшней встречи летописное хронологическое оружие концептуальной власти. Мы касаемся сегодня второго по мощности воздействия на общество приоритета и следует сказать, что реально управляет тот, кто допущен к формированию летописи, к формированию попросту говоря учебников истории. В свое время еще Козьма Прутков отметил, что настоящее есть следствие прошедшего, поэтому постоянно обращай свой взор на зады, дабы избежать знатных ошибок. Так вот, если мы даже в пределах жизни одного поколения попробуем всмотреться на прошлое, то оно, к сожалению, предстает пред нами то в розовом, то в сером, то в черном цвете. А где же истина? А это и есть предмет манипуляции вышестоящих систем надгосударного управления. Если за Сталином нет ничего, кроме злодейства, то он будет забыт уже в ближайшие, так сказать, годы. Если же феномен снижения цен постоянных при Сталине, феномен организации государства суперконцерна заслуживает внимания, то этот опыт будет изучаться человечеством. Вот так и формируется отношение к истории, а соответственно и наше будущее. Наиболее точную эту алгоритмику, на мой взгляд, отразил английский писатель Джордж Оруэлл. Кто контролирует прошлое, контролирует будущее, ибо будущее произрастает из прошлого, а кто контролирует настоящее, тот всевластен над прошлым. Вот собственно алгоритмика. Если сегодня иметь власть, то можно повлиять на прошлое, а следовательно получить то будущее, которое интересно тому, кто взял на себя миссию управления тем или иным конгломератом стран, либо отдельной страной. Если посмотреть на учебники истории, если посмотреть на разного рода исторические версии, то большим тиражом могут выходить только те из них, которые укладываются в русло концепции, реализуемой властными структурами. Хронологический приоритет, что очень важно иметь в виду, формирует некую целостность из явлений, которые обыденным сознанием воспринимаются как разрозненные. А если вы поймете, что Дарвин и Карл Маркс жили не просто одновременно, но и творили вместе, то тогда вы можете выйти на комплексное понимание того, что делалось ими. И одновременно Пушкин, как современник Маркса, давал представление о нем, скажем, в домике Коломне, в домике в Коломне через такой персонаж, как Мавра. вы знаете, что кличка Маркса была Мавр. Нужно сказать, что управление обществом происходит еще и через оценки тех или иных исторических деятелей. В зависимости от того, какие оценки даются, такое будущее и будет формироваться. Вот давайте посмотрим на перестройку. безусловным авторитетом в сфере финансов во времена перестройки всегда провозглашался Витте. А почему? Дело в том, что масонствующий Витте вывел страну на рельсы разорения. Как это было сделано? В 1905-1906 году этот сценарий был раскрыт в книжке Нечволодова «От разорения к достатку», где он написал эти схемы. Дело в том, что Витте привязал наш рубль исключительно к золоту, но не к серебру. Таким образом, страна была лишена возможности печатать деньги, а следовательно она влезла во внешние долги. Поэтому, если мы посмотрим буквально первую страницу работы Нечволодова, то она как раз и дает представление о государственных долгах и о тех бюджетных процентах, которые вынуждена была платить Россия. Соответственно, и Герасченко, скажем, прототип Витте в современных условиях, точно так же формировался в общественном мнении, как профессионал экстра-краса. А почему? Да потому, что Герасченко обеспечил систему отсутствия собственных денежных средств. у нас денежная масса всегда была не более чем 20% от абсолютно необходимого минимума. Это приводило к тому, что страна влезала во внешние заимствования и садилась на ростовщическую иглу. Вы знаете, на сегодня мы этих проблем уже касались, что за время перестройки в Россию сгружена одна треть долларовой массы всего земного шара. истинные представления о исторических событиях, о приоритете хронологическом дается в работе внутреннего предиктора разгерметизации и я советовал бы с нею знакомиться тем телезрителям, кто интересует проблемами концептуальной власти. Я хочу отметить, что оголтелое охаивание Сталина, начиная с троцкиста Хрущева, это ведь далеко не случайный факт. Дело в том, что Сталин понимал, что такое глобальное геополитическое управление и вышел на понимание концептуальной власти. Для того, чтобы не допустить концептуального самовластия России, вот фигура Сталина таким образом как бы, так сказать, подавалась в очень черных тонах. Но, пожалуй, что правду о Сталине сказал, точнее всего, сам Сталин. Когда я умру, он сказал, на мою могилу вывалят кучу мусора. Но эти истории разнесет этот мусор. Этот процесс мы сегодня наблюдаем. Вот наша газета «Закон времени» дает такие публикации Форд и Сталин о том, как жить по-человечески. Действительно, как-то ни странным покажется, но Форд и Сталин были единомышленниками. Один из них решал проблемы на уровне предприятия микроэкономики, второй на уровне государства суперконцерна. Искажения исторические это основной инструмент управления и не только в сфере, скажем, таких конкретных практик государственных, в сфере финансов, но и в глобальных версиях развития человечества. Вот, если мы посмотрим роман Булгакова «Мастер и Маргарита», то следует вспомнить такие строчки, касающиеся напрямую хронологического приоритера. На допросе у Понтия Пилата Иешуа свидетельствует по поводу летописцев, подобных Летвею Матвею. Я прочитаю дословно. «Ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет, но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там написано, я не говорил». Вот в таких летописцах евангелистах и кроется секрет того, что церкви имени Христа, извратив истинные заветы Христа, погрязли сами в междоусобных разборках и, собственно, человечество тем самым вовлекают в расколы и кровавые распри. Для того, чтобы понять главное в хронологическом приоритете, нам необходимо рассмотреть суть действия закона времени. В свое время Каганович последние слова произнес, они не понимают закона времени. Он знал, что говорил. Суть закона времени сводится к тому, что за всю историю человечества в 20 веке впервые сформировались условия, когда частота смены поколений, живущих на земле, сравнялась с частотой смены технологий. Картинка эта выглядит следующим образом. Наверху мы видим процесс смены поколений. Он идет все время с одним и тем же периодом, 25 лет. Но, скажем, от смены каменного топора до иного орудия технологического прошли тысячи лет. Потом периоды, скажем, если берем от двигателя парового до двигателя внутреннего сгорания сотни лет. И вот впервые в 20 веке мы вышли на равенство когда частота смены технологий тоже стала равной 25 годам. Этот период предвосхищали жрецы древнего Египта, они назвали это апокалипсисом. Но это не крах человечества, это крах той концепции, которой управляли человечеством, поскольку ситуации посвящения, они не работают. Раньше, если ты в начале жизни что-то узнал, то этого хватало на и тебе, и твоим детям, и внукам. На сегодня каждые пять лет нужно учиться заново, поэтому дни элиты, господствовавшие благодаря посвящениям, они на сегодня сочтены. Это следует иметь в виду, и об этом мы неоднократно уже говорили, в частности, вот газета «Коммерсант» тоже дает очень любопытные наблюдения. по заявлению Глеба Павловского наступил этап замены информационно-политической системы, имея в виду все старые СМИ, олигархи и вообще вся отечественная элита, которую Путину придется заменить под корень. Кем не уточнялось, это я читаю дословно. Впрочем, о своем понимании закона времени Пушкин говорил не в закодированной, а в прямой форме, имея в виду позицию глобального предиктора. Он звезды сводит с небосклона, он свистнет, задрожит Луна, но против времени закона его наука не сильна. Спасибо вам за внимание, до встречи в следующий понедельник. Добрый день, уважаемые телезрители. Тема нашей сегодняшней встречи методологический приоритет обобщенного оружия концептуальной власти. Таким образом, мы с вами выходим на первый по значимости приоритет управленческой концептуальной власти. Я напомню, что вся система приоритетов состоит из шести уровней. Это оружие военное, оружие геноцида, мировые деньги, технологический или идеологический приоритет, хронологический и, наконец, методологический. На уровне методологии формируется целостность миропонимания, мировоззрения, цели развития и концепции развития. Эти концепции развития могут быть изложены как просто в словах в виде Библии, скажем, Корана, так и присутствовать просто в народном эпосе. Скажем, концепция русской цивилизации, она всегда хранилась в русских сказках, пословицах, поговорках. И когда на сегодня речь идет о поиске некой национальной идеи, то мы с вами должны понимать, что национальная идея это не то, что можно придумать сидя в кабинете. Национальная идея это то, что хранится на бессознательных уровнях психики народа. Так вот, концепция мертвая вода, она всего-навсего в словах озвучивает то, что хранится как раз в бессознательных уровнях понимания нашего народа. Значит, основой мировоззрения, а это представление о мире в картинках, и миропонимания, а это представление о мире в словах, является родовая генетика. Когда человек родился, то на бессознательных уровнях психики у него заложена информация от всех его предыдущих поколений. но дальше он сталкивается с той информацией, которая находится вокруг него в виде действий окружающих его людей, телевизионных программ, радиопрограмм, газет и так далее. Вот это все мы называем информационной матрицей. И дальше человек, если эта информационная матрица адекватна его родовой генетике, то идет органичное развитие и становление его как личности. Если же родовая генетика сталкивается с неадекватной информационной матрицей, то идет деформация человека. Это, знаете, то же самое, как, скажем, в печати. Там есть матрица, если вы белый лист запускаете, то на нем получается именно то, что содержит матрица. Так и в обществе. К 15-20 годам у молодых людей формируются некие стереотипы, навязанные именно информационной матрицей. От рождения ведь никто из них не помышлял об алкоголе, но по окончании школы они считают уже для себя нормой, как бы так сказать, потребления алкоголя. Почему? Да потому, что так сформирована матрица. И вот сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на основной персонаж нашей сегодняшней программы. Вы видите у меня на столе матрешки. Они здесь находятся далеко не случайно. Дело в том, что представления о глобальном матричном управлении имеются прежде всего в России и в Древнем Египте. Вы помните, что в Египте были взаимовложенные саркофаги. А вот матрешка, которую мы с вами сегодня здесь на столе смотрим, это шесть взаимовложенных матрешек. Это и есть как раз символ матричного управления, когда вот эти все шесть приоритетов, о которых мы говорили, они взаимовложены друг в друга. И не случайно матрешка и матрица это однокоренные слова. Это очень важно понять. Так что в истории русской цивилизации на безознательных уровнях психики представления о концептуальной власти, о способах управления человечеством всегда хранились на уровне таких игрушек, если можно сказать. Что хотелось бы отметить глядя на эту матрешку? Дело в том, что все, что вложено внутрь, оно абсолютно свободно, но в рамках той матрешки, внутри которой это все находится. И ту информацию, которую мы даем, она настолько комплексна и содержательна. Я сейчас коснусь таких вопросов, которые просто не могут не вызвать интереса у Соединенных Штатов, скажем, и у Китая. Мы знаем, что если в Китае наши работы переведены полностью, то Соединенные Штаты опасаются эту целостность переводить. Они дают в переводы отдельные фрагменты в разные службы, чтобы не получалось комплексного восприятия нашей информации. Так вот, человечество было выстроено всегда так, с уровня глобального управления, что три сверхдержавы, Соединенные Штаты, Китай и Россия, скажем, образовывали некий противостоящий друг другу треугольник. Если до 60-х годов Россия и Китай дружили против Америки, то потом скорее Китай и Америка начали дружить против России. На сегодня мы выходим на принципиально иной уровень понимания действительности и управления страной. Дело в том, что есть разные способы противостояния на концептуальном уровне. Сталин в свое время формировал альтернативную концепцию, то есть была библейская концепция, Сталин на словах применял марксистскую терминологию, но по факту формировал собственную концепцию, действовал не исходя из библейских доктрин, а исходя из осознанного собственного выбора. И тогда выстраивалась альтернативная концепция, она как бы противостояла этой. Сталину не удалось поэтому предотвратить войну. И Гитлер по сути выполнил заказ библейской надгосударственной концептуальной власти, вывел доллар на вершину мировых денег, недоступных никакой иной валюте. Матрешку марксизма нам подсунули как уже вписанную в библейскую матрешку. Поэтому что бы мы ни делали в рамках этой марксистской доктрины это все было вписано в более объемную матрешку. И все цели, которые мы для себя ставили, они рассматривались как наши ошибки теми, кто управлял Россией на концептуальном уровне. Так вот на сегодня почему так мудро себя ведет наш президент Владимир Владимирович Путин? Он вышел из этого треугольника и как бы приподнялся над ним. Он не хочет противостоять никому. Вы посмотрите как активно навязывается это противостояние. Это и Киргизия, Узбекистан, Грузия, это гибель атомохода Курск, но наша команда к примеру не имеет ни одной более-менее правдоподобной версии гибели Курска, кроме как его расстрела боевыми торпедами НАТО. А тем не менее мы выходим из этого противостояния. Почему? Да потому что на концептуальном уровне есть способ противостояния не на уровне альтернативной концепции, а на уровне объемлющей концепции. И делается это так. Матрешка, которая вам противостоит, она просто вот так вот вписывается в ваш сценарий. И дальше там происходят некие события, которые рассматриваются как цели той системы. Но в вашем понимании они в действительности являются ошибкой. И к великому сожалению Соединенные Штаты этого не понимают, что их в очередной раз используют, как в свое время использовали Германию. Наша задача на сегодня предостеречь руководство Соединенных Штатов, предостеречь американский народ от той глобальной провокации, которая против них на сегодня подготовлена. Эти вопросы описаны нами в книге «Старые сценарии на новый лад». Мы уже говорили, что все, что происходит в США с точностью до мелочей копирует то, что происходило в Германии в 30-е годы. Это и Олимпийские игры 36-го года, это и поджог Рейхстага и снос башен в Соединенных Штатах, это и всенародная поддержка беснующихся лидеров и многое-многое другое, что идет по сценарию, как бы так сказать, давно известному, действительно старому сценарию. Похоже, что вот американцам урок прошлого не пошел впрок. Мы же понимаем, как против нас работают, и Россия выходит на принципиально иные методы противостояния именно на концептуальном уровне. Так уж было в истории России, что каждый раз, когда на Россию нападали, она становилась потом чуть больше. Это так было от ледового побоища до Гитлера и вот эта гармошка, она все время растягивалась. Так будет и ныне, если те знахари, которые насилуют Россию вместе со всем человечеством, вовремя не опомнятся. Мне хотелось бы закончить нашу сегодняшнюю программу первыми и последними строчками из известного пушкинского «Клеветникам России». «О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России?» И заканчивает Пушкин свое произведение «Так высылайте нам витии своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России среди нечуждых гробов». Имеются в виду на сегодня победа на концептуальном уровне. Всего вам доброго, до встречи, в следующий понедельник. субтитры Здравствуйте, уважаемые телезрители. Тема нашей сегодняшней встречи о вере Богу и разновидностях атеизма. Мы рассмотрим один из ключевых вопросов в развитии правильного миропонимания. И этот вопрос будет освещаться с позиции концепции общественной безопасности «Мертвая вода». Мы убедились, что на земном шаре нет ни одной страны, ни одного народа, у которых не было бы представлений о Боге. Это что, повсеместное заблуждение или все-таки отражение неких объективных обстоятельств бытия? Мы убеждены, что это отражение бытия Бога, единого для всех живущих на земле Творца и Вседержителя. Тайна единобожия, обнародованная в свое время фараоном Эхнатоном это 1375-1358 год до нашей эры, позднее было сокрыто иерархией ОМОНа и с той поры человечество не имеет представлений о истинных процессах в мироздании. Я хотел бы продемонстрировать схему сокрытия этой истины на вот такой схемке. На этой схеме вы видите представлена одна альтернатива для посвященных. Истина и ложь. Истина состоит в том, что есть Бог единый для всех живущих на земле, а ложь состоит в том, что его нет. Эта ложь в свою очередь уже для народа разбивается на ложную альтернативу. Та и другая альтернатива это безбожие по своей сути это атеизм. Но атеизм двух типов. Ложь номер один материалистический атеизм. Нет в мироздании ни Бога ни посланников Божьих. Это то, чем нас кормили начиная с семнадцатого года. А до семнадцатого года мы с вами пребывали во лжи номер два. Это ложь идеалистического атеизма. Да, Бог есть, но Бог одним это Иисус, другим это Аллах, третьим это Будда. А для чего? А для того, чтобы умело сталкивать народы в войне. В действительности интеллект во Вселенной иерархичен и дискретен. Есть, вот я хотел бы, чтобы вы посмотрели следующую схемку, это схема мироздания в укрупненном виде. Есть во Вселенной разного рода уровни жизни. Есть минеральный мир, есть растительный мир, есть животный мир, есть человек разумный, но человек не является вершиной мироздания в этой лесенке интеллекта. Над человеческим разумом, которому невозможно воспринять всю безграничную Вселенную, стоит высший разум. Можно поставить знак тождества и сказать Бог, но как у растительного, скажем, мира не может возникнуть представлений о том, что такое животный мир, так и человеку на уровне разума не дано понять, что такое высший разум и что такое Бог. Бог дает представление о себе строго индивидуально каждому и ровно по вере его, то есть насколько человек верит, настолько он и получает информацию о Боге. Молитва это осмысленное обращение к высшему разуму своими словами, и молитвы имеют обыкновение сбываться на уровне случайных вероятностных событий. Если же молитва не сбывается, то человеку верящему Богу и обращающемуся к Нему дается однозначный ответ, почему это не случилось. Случайности могут быть благоприятными, могут быть неблагоприятными. Это Бог говорит с людьми на языке жизненных обстоятельств, и Бог никогда не меняет того, что происходит с людьми, пока люди сами не переменят того, что происходит с ними. Таким образом, необходимо понять, что выходить на Бога нужно без разного рода брокеров и посредников, к числу которых и относятся официальные церковные иерархии. Если положить на один стол Библию, Коран, Буддизм, Пушкина, то тогда мы, отсеяв те искажения, которые есть в этих книжках, можем понять смысл единого завета, ибо пророкам давалась одна и та же информация из одного и того же центра, но позже она искажалась в писаниях, и именно поэтому у нас создается впечатление, что шло обращение, как бы, так сказать, с разных уровней и не к единому человечеству. Искажения эти рассмотреть вовсе не сложно. Вот возьмем, к примеру, Библию. Если мы откроем Библию и посмотрим книгу «Премудрость Соломона», прочитаю просто дословно, он говорит об отношении Бога к праведнику, неправоумствующие говорили сами себе, устроим ковы праведнику, ибо он укоряет нас в грехах, считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, испытаем его оскорблением и мучением, осудим его на бесчестную смерть, так они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила их, и они не познали тайн Божиих. Это одно отношение Бога к праведнику, а теперь откроем книгу пророка Исаии 53, 5, и читаем, «Он был мучим за беззаконие наше, и ранами его мы исцелились, Господь возложил на него грехи всех нас, Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Так как же может быть, что в одной Библии мы видим два совершенно разных Бога? Вот через такие изучения и можно отсеять ту ложь, которая содержится в священных писаниях. Мы видим на сегодня, какое зло творится под прикрытием Аллаха, но дело в том, что то, что написано в Коране, и то, что происходит, к примеру, в Чечне, это совершенно взаимоисключающие события, и, к сожалению, исторический ислам и Коран это очень далекие друг от друга вещи. В 325 году учение Христа было превращено в никейский символ веры, и тогда же большинством голосов, голосованием обычным, Иисус Христос был признан Богом. Настала пора пересмотреть все эти представления и будущее нашей страны, безусловно, в истинном христианстве, которое проповедовал Христос. В истинном православии, как в стремлении жить в правде и славить правду, а вы понимаете, что право и правда это однокоренные слова. На сегодня же все церковные иерархии, вы посмотрите, что происходит в Питере во время перестройки одновременно со спиртом рояль, и саентологи, и евангелисты, и баптисты, идет передел территории влияния между католической и христианской церковью. Разве это от Бога? Нет, это, к сожалению, земные дела, очень далекие от Бога единого Творца и Вседержителя. Я могу лишь обозначить эту проблему сегодня, сказать, что есть на нее принципиально иной взгляд. Этот иной взгляд изложен в литературе по концепции общественной безопасности «Мертвая вода». Это упоминавшаяся нами диалектика и атеизм, две сути несовместные. Это вопросы митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому и Анну и иерархии русской православной церкви. Это работа «Приди на помощь моему неверью», посвященная проблемам саентологии. Это работа «Вера и мера». Я думаю, что их изучение позволит построить принципиально иной взгляд на вопросы религии и Бога. На сегодня нашему народу пытаются повторно навязать идеи идеалистического атеизма. Но, как говорил еще в свое время Казьма Прутков, одного яйца два раза не высидишь. И Россия пойдет своим курсом, курсом богодержавия. Предельно кратко существо официальной церковной иерархии отразил в свое время Ключевский. Высшая иерархия из Византии, монашеская, насела как черная беда на русскую верующую совесть и доселе пугает ее своей чернотой. Богословие на научных основаниях это кукла Бога, одетая по текущей моде. Завершить же нашу встречу мне в очередной раз хотелось бы Он милосерд, Он Магомету открыл сияющий Коран, да притечем и мы ко свету и допадет сочей туман. Всего вам доброго, до встречи в следующий понедельник. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Тема нашей сегодняшней встречи Русь как цивилизация глобальной значимости. Мы уже упоминали, что слово русский в нашем понимании это если угодно мера понимания, мера нравственности, принадлежность цивилизационная, но вовсе не строчка в паспорте и не национальность. Мы не интересуемся, что записано в паспорте, когда говорим великий русский поэт Пушкин, великий русский художник, скажем, Исаак Левитан, или композитор наш земляк, русский композитор Вениамин Баснер. И это не под наших воображений, это отражение того, что присутствует на бессознательных уровнях психики нашего народа. Русский это понятие более общее, чем национальность. Вот вдумайтесь в словосочетание немецкий человек, татарский человек, грузинский человек, французский человек, не звучит, правильно? Русский человек звучит для нас вполне логично, впрочем, так же, как и восточный человек, западный человек. Это и есть свидетельство цивилизационной принадлежности. Мы говорим русский немец, русский еврей, и они останутся таковыми, даже если переедут в Германию, либо в Израиль. Особенностью русской региональной цивилизации является то обстоятельство, что ее границы совпадают с границами государства, чего не скажешь о евроамериканском библейском конгломерате. И именно поэтому иногда Русь отождествляют со страной. Скажем, Советский Союз это был конгломерат в свое время очень многих удельных княжеств, сформировавшихся цивилизационную общность. Так вот, если не относиться к былинам и сказкам как к чему-то беспочвенному, то мы можем из истории русской цивилизации понять, что у нас всегда присутствовало цивилизационное управление. Это волхвы, калики, перехожие. Вспомните песнь о вещем Олеге. Волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен, правдив и свободен их вещи язык, и с волей небесную дружен. Да, наши предшественники выстраивали свою жизнь в ладу с божьим промыслом, и жили они на основе чувства меры, они никогда не выделялись богатством из того общества, в котором они реализовывали концептуальное управление. Но именно ими без шума и помпы были решены ряд цивилизационных задач, к которым сегодня западная цивилизация лишь только приступает. Это единый язык, единые деньги, единая система мер. К сожалению, в последние столетия человечество делает глубоко ошибочный цивилизационный зигзаг, когда мы, не разобравшись в предназначении человека, занимаемся не саморазвитием человека, а исключительно техногенными, технологическими процессами. Тем самым, вообще говоря, человечество заводится в тупик. И по этому поводу ситуация как раз для России она благоприятна, потому что именно на Руси, вот давайте посмотрим на статистику, на сегодня 40% девственной территории сохраняет Русь, 20% Китай, 10% Соединенные Штаты, а Европа это практически ноль. Так вот, оказывается, где истинное это богатство? Можно закатать землю в асфальт, можно построить бетонные коробки, но от Бога получить нечто можно только один раз. Не случайно Бог и богатство однокоренные слова. И вот по поводу этой цивилизационных успехов нынешней западной цивилизации я сошлюсь на Евангелие от Марка, это десятая глава, многие же будут первые последними, а последние первыми. Это как раз относится к проблемам цивилизационного, если угодно, развития. Если говорить о западной цивилизации, то они во многих вопросах не вышли на уровень того миропонимания, которое есть на Руси. И, честно говоря, когда вступать в диалог с ними очень сложно, потому что они находятся в том возрасте, когда памперс является еще неизбежным атрибутом бытия, если говорить именно о цивилизационном уровне развития. Я могу привести и какие-то сегодняшние примеры, но хотел бы сослаться для начала на речь индейского вождя Сиэтла, который он произнес в 1854 году. Вот его слова. Великий вождь из Вашингтона извещает, что желает купить нашу землю. Мы понимаем, что если не продадим землю, бледнолицый придет с ружьями и отберет ее силой. Как вы можете купить небо или тепло земли? Эта мысль нам непонятна. Если мы не распоряжаемся свежестью воздуха и городов боль для краснокожего, там нет тишины. Что будет с человеком, если не станет зверей? Но мы знаем такое, что бледнолицому предстоит узнать. У нас с вами один Бог. С той поры минуло 150 лет, но не затуманенный библейством человеческий разум до сих пор задает вопрос, а как можно продавать землю, если она не является продуктом производства, если она создана Богом? человека на земле показывает разве что только лот, а тем не менее мы говорим о продаже земли, но продавать землю могут только те, кто не любит ее. Продавать землю это то же самое, что продавать детей. Вот можно любить детей и продавать их. Сегодня продал одного, завтра купил другого. Точно так же уверяю вас, у кого психология такова, что он способен продавать землю, он никогда не будет любить ее и не будет обрабатывать ее. Если же человек любит землю и работает на ней, он никогда не будет торговать ею. Это исключено на уровне мировоззренческом, психологическом. А теперь приведем еще один пример цивилизационного невежества Запада. Вы знаете, что с усердием достойным лучшего применения Запад культивирует и насаждает на сегодня сексуальную так называемую революцию. И, к сожалению, в нашей стране тоже есть кратковременные увлечения этим. А почему на Руси всегда почиталось целомудрие? Это что, действительно плод нашего невежества или что-то иное? Так вот, многое, то, что делается на Руси, это делается не на уровне понимания, а на уровне бессознательных уровней психики. Дело в том, что мироздание устроено очень хитро. И те родовые линии, которые не придерживались обряда целомудрия, они в русской цивилизации просто исчезли на уровне естественного отбора, поскольку целомудрие обеспечивает укрепление генетики из рода в род. Это обеспечивается за счет того, что есть так называемый эффект телегонии. Телегония это влияние полевых характеристик того человека, с которым женщина была близка, на будущего ребенка. И при этом не важен исходный первоначальный материал. Ребенок формируется как исходя из первичных биологических клеточек, так и из тех биополей, в которых происходит созревание плода. Так вот, если женщина имела многократные контакты с разными половыми партнерами, то каждый из них отпечатается в биополе женщины, и ребенок уже не получится гармонично сформированным, поскольку у него будут как бы фрагменты от разных полевых характеристик разных партнеров. Впрочем, этот эффект наиболее наглядно представлен в животном мире очень широко известные эксперименты, когда пытались скрестить лошадь с самцом зебры. Потомство, как известно, это скрещивание не дает. Но потом, когда эта лошадь получала жеребят позже от уже лошади, то получалось что? Что жеребенок получался в полосочку, то есть он унаследовал биополевые характеристики одного из половых партнеров. Так вот, если не понимать эти проблемы, то значит наносить урон генетике своего рода и значит вести путь в конечном счете к вырождению человека. И на сегодня очень важно в таких деталях разобраться, поскольку на сегодня именно русская цивилизация имеет непревзойденную генетику. Благодаря вот таким очень многим неясным на уровне разума вещам, но они хранятся в бессознательных уровнях психики. То, что мы даем в своих программах, это лишь маленькие отдельные опорные точки всей системы знаний. Всю же систему знаний символизирует вот находящаяся за мною водная гладь. Это действительно бессознательное нашего народа, где и хранится вся эта информация. Я проиллюстрирую это лишь одним примером. Недавно мы познакомились с замечательным нашим поэтом-земляком Виктором Максимовым. Мы не были знакомы с ним, когда в своих работах мастер и Маргарита, в расшифровке Руслана и Людмилы цитировали его стихи. Но эти стихи 70-х годов предвосхищали то, что происходит сегодня. Именно ими я и хотел бы завершить нашу сегодняшнюю программу. А на Ростынях камень бел горюч, и на родине есть заветный ключ. Исклонишься ты над моей бедой. Возродишь меня ты живой водой. Встанут витязи Бога ясного, утвердят они жизнь прекрасную. Русь могучая изначальная, ты любовь моя нескончаемая. Россия, Русь, храни себя, храни. Всего вам доброго, до встречи в следующей понедельни. здравствуйте, уважаемые телезрители. Тема нашей сегодняшней встречи Александр Сергеевич Пушкин как пророк русской цивилизации. По-видимому, вы обратили внимание на то, что практически ни одна из наших концептуальных встреч не обходилась без ссылок либо прямого цитирования Пушкина. Сегодня мы поведем о нем речь не просто как о первом поэте России, но как пророке, который раскрыл тайны русской цивилизации, который во многом предсказал ее будущее. Пушкин по своей родовой генетике несомненно принадлежит к жреческим системам посвящения. По линии отца он унаследовал знания святорусского славянского жречества, по линии матери древнеегипетского жречества. И о глубине его проникновения в тайны бытия можно судить по отдельным редким фрагментам, где он говорит открытым текстом, не закрывая их образно-символьной формой, о которой мы будем говорить позже. Вот вдумайтесь, мог ли, мог ли сочинять сказки для детей, который, человек, который написал такое, вот я сейчас это просто процитирую. Вы помните, мы говорили о законе времени, что наступает тот момент, когда библейская концепция не работает. Так вот, Пушкин родился до этого периода звезды за 200 лет. И вот вслушайтесь в его слова. Свободы, сеятель пустынный, я вышел рано до звезды, рукою чистой и невинной в порабощенные бразды бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды. А дальше? Разве может этот сказочник такое написать? «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич, к чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь, наследство их из рода в роды, ермо с гремушками добичь». Вот он, Пушкин, в открытом виде. Или вслушайтесь, как он понимал никчемность официальных ветвей власти, над которыми, как вы знаете, стоит концептуальная власть, и в частности законодательной. Вспомним его строки. «Недорого ценю я громкие права, от коих не одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспаривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. Заметьте, не народам, а царям. И мало горя мне». Это он говорит уже об идеологическом приоритете. «И мало горя мне, свободна ли печать, морочит Олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Иные, лучшие мне дороги права. Иная, лучшая потребна мне свобода. Зависеть от властей, зависеть от народа. Не все ли нам равно?» Вот где глубина Пушкина. Действительно, народ часто неадекватно оценивает происходящее. И ориентироваться только на мнение толпы можно очень далеко зайти. Но не будем цитировать дальше. Вы помните эти прекрасные стихи. Но сегодня мы их вместе с вами должны услышать и осмыслить. А чего стоит вот тот алгоритм экономический, который так просто и ярко раскрывает Пушкин? Ведь если бы он был осмыслен экономическим блоком нашей страны, то мы давно бы ушли от разорения в сферу достатка. Пушкин говорит просто и понятно, как государство богатеет и чем живет. И почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет? А мы помним, что Витте ориентировал на золото Герасченко, на золотовалютные резервы, а не на простой продукт, нефть, лес, газ, которых у нас с вами предостаточно. Но я не буду повторять строки Пушкина, которые мы уже цитировали о ростовщичестве. Это тоже очень образно и глубоко. Так вот, как же выполнена во всех остальных произведениях кодировка информации Пушкиным, поскольку открытым текстом, как я сказал, он говорил очень редко. Вы знаете прекрасно басни Крылова, басни Изопа, и у вас никогда не возникает сомнений, что в басне за образом журавля и лисицы стоят конкретные человеческие характеры. Но ребенок только воспринимает это как лису и журавля. А точно так же у Пушкина. За любым пушкинским персонажем в любой его сказке всегда стоит второй смысловой ряд. Но в отличие от, скажем, Крылова или Изопа, Пушкин баснописец новой эпохи, эпохи новой логики социального поведения. И у него за каждым персонажем не человеческий характер, а какое-то глобальное социальное явление, большая масса людей или какие-то глобальные управленческие алгоритмы. Вот в чем проблема. И даже способом кодирования Пушкин раскрывает как бы схему будущего прозрения человечества. Он говорит о том, что бесполезно бороться с отдельными людьми. Нужно менять алгоритмы управления страной. Вот на сегодня произошли перемены в Центральном банке. Но бесполезно менять фамилии. Мы видим, что на сегодня намечается уже новая алгоритмика. Полтора года не менялась учетная ставка Центрального банка с приходом нового председателя. Сегодня она уже пересмотрена. Если мы займемся анализом ряда произведений Пушкина, таких как, к примеру, «Медный всадник», «Домик в Коломне», то вы там ничего не увидите с точки зрения сюжета. Вот попробуйте рассказать содержание этих произведений. Думаю, что это уложится в один абзац текста. И не более того. Но почему же эти произведения столетиями вызывают такое магнетическое какое-то притяжение к себе и являются анализом очень многих критиков, аналитиков? В чем вопрос? А вопрос в том, что они написаны Пушкиным на уровне второго смыслового ряда. Бесплоден поиск каких-то смыслов при прямом прочтении. Я приведу для иллюстрации содержание символов в произведении Руслана Людмила, которые даются в работах внутреннего предиктора СССР. Руслан – это славянский центр, формирующий стратегию, тактику самобытного развития народов России, внутренний предиктор. Людмила – люд, милый, славянские народы. Финн – святорусское жречество. Владимир – благонамеренные государственные структуры. Голова – правительство России под пятой Черномора от Владимира до наших дней. Наина – равенат и высшие структуры масонства, через которые Черномор осуществляет управление народами. Фарлав – низшие слои масонства и так далее. Приведенная расшифровка, она дает такую посылку, когда, если вы на основе этих образов начнете читать Пушкина, то все произведение Пушкина будет стройным и логичным от начала и до конца в этих образах. Это означает, что… вовсе это не значит, что Пушкин при написании имел для себя на уровне своего понимания точно такие же представления. Речь идет о том, что через образы, через картинки… А вы знаете, что Пушкин вначале всегда рисовал свои произведения, а потом только писал. Так вот, на уровне картинок ему давалась информация свыше о принципах управления человечеством, которую он, как пророк русской цивилизации, и доводил до русского народа, будучи уверенным, что в период звезды эта информация будет востребована. К числу произведений особой значимости в концептуальном плане относится, безусловно, произведение Пушкина «Гавриляда». Пушкин своим произведением помогает разобраться в природе официально провозглашенных пророков, а также в том вопросе, а почему же в истории русской цивилизации мы не знаем официально признанных пророков. Ну, суть «Гавриляда» вы знаете, и здесь открытым текстом практически все сказано Пушкиным, что Христос, он разыгран одновременно тремя силами, как пророк и посланник Божий непосредственно, как праведный человек. Он разыгран церковными иерархами, которые делают на Христе, так сказать, свой какой-то земной интерес отслеживают. И, наконец, чисто сатанинскими силами, которые именем Христа насилуют человечество уже два тысячелетия, и по этому поводу проливаются реки крови, и, в частности, даже сегодня в цитадели христианства в Израиле. Так вот, праведниками называют только тех, вернее, праведников, называют пророками только тех, кого удалось встроить в тот или иной сценарий. В «Гавриляде» Пушкин говорит об этом открыто. «С рассказом Моисея не соглашу рассказа моего. Он вымыслом хотел пленить еврея. Он важно лгал и слушали его. Бог наградил в нем слог и ум покорный. Слушайтесь, слог и ум покорный стал Моисей известный господин. Но я, поверь, историк непридворный. Не нужен мне пророка важный чин». То есть для того, чтобы получить чин пророка, нужно иметь покорный ум или либо в обход сознания быть встроенным в определенные сценарии. Сегодня информация, оставленная человечеством Пушкиным, начала работать. И завершить сегодняшнюю программу мне бы хотелось стихами одного из сторонников общественной инициативы, концепции общественной безопасности «Мертвая вода» «Есть в Отечестве нашем пророки и выходят последние сроки, когда встанут России сыны». Всего вам доброго. До встречи в следующий понедельник.